Так, здорово всем пацаны Вот, начинаем стримы сейчас Как вы поняли с турнира Мастер Колизей Задержка 90 секунд выставлена сразу Вот Здорово, всем добавил два новых смайла Вспомнил сегодня Вот Вот Вспомнил, что багажник, чайник и бомж пропал еще Вот У нас из чати, как будто Миша Майкер Они были в обход системы премиумных смайлов В общих сделано, да, как бы Их убрали, вот Нужно мне залить в личные их будет Вот Короче Это все я сделаю, ребят Ждем начала Короче, ребят Сейчас мне еще точно хочу сказать Мне еще кресла должны привезти сейчас И мне придется спускаться за ним Потому что доставки до хаты Ептую нет Валя хамуха Почему-то Вот Ждем начала игр Первый матч у нас, короче говоря Какой там я уже забыл По-моему ПВЗ там первый матч Да, статсу Замечательный матч Короче Ну я как бы в игру заскочу И потом, видимо, спущусь Я не знаю, как это все будет происходить Вот Потому что, ну, тут уж по-другому не получится Придется отойти мне Мне кресло должны доставить Как бы Заказал на вторую половину дня Думаю, что как раз мне удобнее будет Надо было на первую, короче Ну ждем, пока что-то произойдет У меня чай с вареницем тут стоит, ребят Поэтому я сейчас быстренько этот Глотну Здорово, воровоз Здорово всем Варенье Чай Сейчас вернусь, ребят Я просто здесь появился Чтобы вам информацию кое-какую донести Вот А, давайте сейчас покажу Что нас сегодня ждет А нас сегодня просто замечательный день Старкрафта ждет Соответственно Так Короче Су против статса Гуми Хо Инновейшн ТВТ Какое Рок Бьян Хиро Дарк И все это из игры, естественно Вот так вот Будем посмотреть, как говорится Сейчас я проверю Как там твич фурычет А твич что, не фурычет, что ли Фурычет твич Еще он на Team Liquid не добавился Сейчас добавлю на Team Liquid Все, добавил на Team Liquid Отлично Турнир мощный будет Спора нет Сейчас через секунду вернусь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Что-то со Смайлом не то, да? Спасибо Джессу! Это он сам вообще сделал Как бы, ну пусть будет У нас очень много слотов, на самом деле И что-то туда надо добавлять, как бы Потому что слотов у меня просто Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать Заполнено, еще три свободных Вот капель из Альюбича И все дела То, я думаю, должно все сработать, короче Вот капель из Альюбича Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, шив, делись тут кое-что Так, ждем СУ, говорят Ну что же Ну ждем, я пока проверю Не валяется ли у меня где-нибудь смайликов тут О, они же здесь, бомж, чайник А что еще было у нас? Машинка Машинки нет Так, шив, делись тут кое-что Так, пробую перезалить Гля, какой он перезалился-то? Погодите, погодите Так, шив, делись тут кое-что Так, все, кажется, СУ пришел И сейчас начнутся понемножечко битвы Наконец-таки Так, а мне надо бомжа залить У меня, кстати, мародер еще есть Между прочим, здесь Интересный, который не был добавлен Субтитры сделал DimaTorzok Так, секундочку Алло Да, сейчас спущусь через пару минут Секундочку Так, ребят, мне за кресло нужно спуститься Так, ребят, мне за кресло Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, все, я здесь Фух Кресло, короче, ребят, доставал Так, еще раз гибку перезалить Ща перезалю он Субтитры сделал DimaTorzok Все, пацаны, ребят, спасибо, что подождали Этим чувачкам всем Фух, бля, у меня уже штана Вспотел весь кресло, принес Просто доставки нет, я уже говорил Вот, но я здесь И мы продолжаем смотреть данный турнир Вот, у меня новые смайлики тут есть, короче Вот, есть бич Сейчас Вставлю я этот Чайник, кстати Бля, неверный размер, вообще неверный размер Так, четыре письма на уху Так, Джесс, я тебе сейчас, знаешь, что Может, ты мне поможешь Так как ты мне Всегда помогаешь Я тебе скину чайник на мыло Он вообще-то пишет, что размеров неверных, короче Вот, можешь, пожалуйста, сделать верных размеров, короче говоря Может быть, как-то его еще грейдануть в гиф Я не знаю, чтобы он пар выпускал Потому что вот этот смайлик, который Мне один из тех, который мне надо перезалить Типа, короче, смайликов Вот Получается Так, вы видите Досвершится правосудие Перворожденные выстоят Так, здесь какие-то прокси уже идут, ребят Кто-то овнит твои зонды Кто-то овнит зонды Да что же вы говорите Вот такой вот смайл еще будет один, ребят Старый Он был сделан давным-давно Но я его не заливал, пусть места не было А теперь место проявилось Я про него вспомнил просто Это мародеры, ребят Статс пришел и запилонил здесь Соответственно, золото Ладно, все Сейчас мне начнете предъявлять Короче За то, что я не в игре Надо смотреть игру А не смайла добавлять в данный момент 46 энергии Здесь у Маза Шеффора Вот выжил бы пилон чуть подольше Было бы чуть получше Поживешь подольше Критса увидишь побольше Вот Ну и что Надо еще думать Что там Остав... А, багажник Блин Спасибо, чей GS Короче, вот все Нашел С багажником не нашел Нашел и чайник, и бича Как бы Вот, добавил Ну, бич фиг знает Тут багажник легендарный Мой багажник Где зеленый я ходил Вот Может быть как-нибудь Короче Я не знаю Сделаешь Что-нибудь подобное Или Хотя можно подождать Витю Может у него будет Смайл Они сейчас на даче На ГГ там все Как освободятся Будут онлайн Вот И я старый там Может ставлю Не знаю Короче Вот Ладно Разберемся Без багажника Это печально Здесь теперь багажник Только общий Как бы есть Вообще А это левый багажник Раньше он был нормальный А вот Багажник появился Откуда это он появился Не понял Его ж не было Вроде Не А Багажник есть Кстати Почему 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 Я его не видел Так Адепты Отстаться приходят В очередной раз Все Говорю Не будем Пора смайла А сам тут Смайл Смайлами Париж Видите как адепты Зашли Они хоть и под плеткой Но Они великолепно Здесь бьются Здесь минеральная линия Сама их спасала То есть позицию Стат занял великолепную Адепты там блочились И вот сейчас Посмотрите Пошли первые архона Плюс адепты у статца Скины куплены На юнита На его Как бы Отлично Что тут говорить Значит Багажник то есть На самом деле А что это Я запарился Что его нет А что Миша просил Перезалить Сейчас я посмотрю Войскороя Пока Пауза Чай машина Бомж А что за машина Вот это Наверное машина Есть Багажник Скорее всего Он залит Уже туда Все Бить сейчас Последний Значит у меня Есть там Еще Пробочка Есть Как бы Из старых Не добавлен Пробочку Добавим Которая Пилонит Да Надо КСМ С дроном Добавлять Тоже В будущем И открывать новые Слоты Пока больше Еще как бы Нового добавить Нечего туда Ребят Короче Первая игра У нас 4 Бо 5 Сейчас нужно Немножечко Раскочегариться И будет Все в порядке Тогда Вот Кстати Есть Шорты Здесь Адепты Архона 3 2 Эмортла Отстаться Он пушит Сейчас Очень жестко Пушит Контроль Архонами Просто Замечательный Один Вперед Что-то поломился Призма Призму Он не мог Сесть Потому что Призму Вар В тот момент Шел Здесь попытка Подрезать Плетку Трансюза Идут Но Плетка И не вразу Тыкнуть Не успел Она просто Станчива Дэмеджи Архон за Адеп Становится Как Джон С руки Со своего Дают Дух рук Иногда Статс Его забирает Он сзади От собак Прикрывать Начинает Плюс Еще Адеп 99 87 По лимиту Ставливает Конечно Из игры Качество Лучше Чем на Рестриме Чего хотели Потому что Бывает Что оригинал Стример Которого Рестримят Суже Чем у меня Качество Из игры Стоит Понятное Дело Еще Он сжирается Самим Рестримом Это очевидный Момент Ребят Продолжает Статс Давить Здесь Гидра Ну Посмотрите На Вот это Что это Такое Это Это Минус Ну Тархон Пацан Ты куда Повел Его Спаси Ты его Не надо Пусть Он Регенится 18 юнитов Он уже Нарезал Вообще Здорово Данил Здорово Всем Ребят Вчера Уехал В деревню Я Ну Вот Приехали Наши Родственники Из Петрозаводска Как бы А завтра Они в 5 утра Уедут Поэтому Мне мама Это сообщила Я сорвался Резко Туда Спасибо Моему другану Подвез Меня Вот Сегодня Учения Уже Никаких Нет Поэтому Не поехал Я Слово Уже Стругих Красных На полигоне Там уже Настоящие стрельбы Будут Я так понимаю Куашайгу Приезжает Приехал сюда Поспал Вот на стриме Ну а Вчера Варди Викли К сожалению Не получилось Постримить Я думаю Ничего страшного В этом нет Так как Сегодня Нас ждет Великолепнейшая Просто группа И из игры При этом В всем Варди Викли Врат Тоже из игры Хорошо Что Варди Начал Турики пилить Потому что Теперь будет Что посмотреть Минус призму Что стат задумался И вообще Чем там Ее оставил Если можно В космос Сюда было Улететь Непонятно Всегда Ксеки Летите Куда они Сюда Уводите Сюда Все Если про нее Забыли Никто не собьет А так она стоит Так что Су взял Да сбил Здесь Чаш Шторм Иммортала Добавляется Гейтов У стат 8 Нормально У су 4 хаты Сейчас с одной Макро хатой Занимает Четвертую базу Ох Бэйны заходят Ох Плюс 2 У них нет Поэтому Все Три пробки Минус Так бы могло Погибнуть И 13 Легко Это Скин Новый Архонщиков На самом деле Скины Прикольные Мне нравятся Правильно Что такие Начали Тему Пускать Но Я не понимаю Прикола Почему Не пофиксить Эти скины На всех Турнирах Вцс В том числе Используют В доте Как бы На любых Турнирах Скины Есть Используются И это Правильно Потому что Это реклама Прикиньте Как бы На турнире Все видят Такого Архонщика И хотят Себе Его забрать Как бы Срочно Архонщик Красивый Действительно Вот они Какие Архоны Штормовики Необычные Здесь Все Необычное Конечно Устаться Идет Вперед Твой Собаки Забежали Они Туда Сейчас Сразу Было Разгромлено Значительное Количество Здесь 4б На дроб На четвертом Нексусе Кстати Дистанс Майнинг Идет Так что Дроб Не будет Столь Эффективен Как Мог бы Зайти Когда Уже Все Добывали Вообще Су На мейн Похож Хочет Лететь Здесь Рабочих Уже Мало То есть Тоже Не очень Здесь Зайдется Часть Адептов Заходят На третью Базу Су Реагирует Нет Су Пока Ничего Не реагирует Королева Стас Подрезает Королева Подрезал Адепт Зашли Два Дрона Три Дрона Четыре Дрона Минус Пять Дронов Минус Стас Частью Еще Оттелепортнулся Назад Где Они Вообще Назад Ушли Вот Один Вообще Здесь Ой Су Залетел Я Тоже Скал Так Эффективно Не будет В итоге Это вышло Очень Даже Эффективно 21 Пробка Минус Охренеть Просто 21 Пробка Один Врыв Потерял И Уже Ситуация Для Су Не Кажется Такой Печальной Прям Посмотрите Если По Боевому Сейчас Нагонят Будет Неплохо Тем Более Что Два Когтя На Одну Атаку Су Тащит И Адепты Здесь Не Очень Заходят Ответные Два Дрона На За Один Дроп Су 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 Тащит Убил 17 Пробок За Один Дроп 21 Потерял Как Беллинг Один Дроп Как Всю Игру Разрешил Сталкеры Со Скином Чем Он Похож На Тот Как Отдельный Скин На Сталкер Был Но Нет Опять Летит Дроп Вейнов В этот раз Статс Готов Даже Ни Один Не Высадился А Здесь Армей Архона Против Вейнов Лингов И Гидры Все Стандартно Чисто Пилончик Здесь Был Сгрызан Вообще Вроде С Абгрейдом Роучи На Подземные Мух Уже Пофиксили Скин Это Насколько Я Понимаю Да И Похер Что Там Кто-то Жаловаться Начнет На Сам Дели Потому Что Это Призовые Для Турниров В Которых Они Играют Не Видишь Глаза Раскрой Вить Поэтому Я считаю Бредовая Идея Делать Скины Чтобы Потом Запрещать Где-то Там Использовать Да Пошли Штармы Либо Сделать Так Чтоб Игроки Могли Отключить Скины А всем Видно Было Например Ну Как Вот так Хотя Тоже Тогда Неинтересно Получается Минус Чендлинги Су Готовятся К бою Здесь Статс Пришел Лимита Больше Боевого Третий Грейт На атаку Не Делать Но Очень Тяжелый Микс Иммортал Здесь Ё Ма 11 Иммортал У Статс И Архона Зилки Плюс Штормовики Еще Архончики Дотекают Ну Стандартный Микс Лойтовый Такой Процесс Если Наземная Процесс Армия Самая Мощная Здесь Брать То Вот Такая Она И Выглядит Пошла Продолжение следует... 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 А, один гейт не открыт, кстати, у статса. Гейтов 8 штук. Вот, наконец, заметил, что гейт закрыт. И нужно запилить. 9 гидролесков, 6 строятся у СУ. Но, понимаете, гидролы без бейнов, это так себе, на самом деле, затея. Заходит статс. Эволюшн, распотроши. Эволюшн, статс, не распотрошил. Армию поделил по частям. Надо отступить назад. Дерется плохо, статс, здесь. Эволюшн надо забрать. Забирает эволюшн. Не надо, давай, делать плюс один СУ. Эволюшн не забрал, пошел в замес. Гидролы сгрызаются зелками-архонами. Но, видно, что СУ сбивается. Причем, мне сказалось, что достаточно легко. А так бы, хоть бы Грейт забрал бы статс. В итоге, ни хрена он не забрал. А отсюда вообще, ручее... Гидролинго прессинг будет без бейлингов вообще. Интересно, да хуже здорово. Всем здорово, пацаны, на всех сайтах. Вот. Призма минус. С двумя архозами. Статс, на самом деле, печально. Он здесь все делает. Как-то выход какой-то стрёмный получился вообще. Так, вот эти штормячки. Это не для архонов. Это для шторма, потому что почти готов апгрейд. Здесь совачки что-то бегают туда-сюда. Гидра тоже выдвигается. Белков словил суд. Ну, без шторма будет тяжко статсу отбиваться. Ну, шторм будет через 10 секунд. И как раз где-то через 10 секунд. И накопит 75 энергии пси-штормовички. Ну, статса других юнитов, помимо штормовиков. Зато просто... Просто нет у него юнита, кстати. Заверчаж нужно выставить сюда куда-нибудь. Да, выставляет статс. Ну, сейчас суд четвертого начнет прессовать. 150-8, 119. Если статс здесь отобьется, я чувствую, что это чудо будет просто. Так, по собакам штормы проходят. По гидре штормы замечательные проходят. Но штормовики кончились. Бегутся. Статс кишет 1-1. Напряжненько. Можно попукать отключение скин-оффу оппонентам, но это будет стоить двое дороже скин-оффу. А за отключение вырастет еще вдвое цена. Не, у меня другая идея. Получается, как в доте. Там же есть редкость шмоток. То есть, тебе выпал редкий скин. Обычно можешь отключить, а эти хер отключишь, например. И чтоб отключить, надо выпал, чтобы скин отключения. Отключение. Такие дела. Продолжение следует... 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 Очень долго Стас с Архонов сливает, потому что Су активно ищет хозер, получается. Третий Архон, плюс Зилоты, плюс два Эммортала, от Стаса пуш пошел, Стас решил улынить сейчас. И что это Стас вообще такой фигней занимается, я чуть не понял. Су понимает, что здесь творится. Чендинг пришел, Стас минус. Ну, нужно ли в такой ситуации вообще нападать Стасу? У него боевого меньше намного, всего у него меньше. Зилков вообще одна штука здесь в миксе в этом. Зилотов надо побольше бы. Ну, Стасу надо отступить, надо, понимаете, что он творит здесь как бы. У него очень большие проблемы. Третий Нексус добавится сейчас, зачем улынить-то? Су тем более сам улынить собирается, это же видно. Сейчас очевидно становится практически. Из Дарков Архонов сливать очень накладное, на самом деле, дело. Плюс Филды пошли. С Филдами может быть что-то получится, но здесь не только Филды. Здесь бы Гвардиан Шилл. Гвардиан Шилл бы Стасу нужен был бы. Сейчас, на самом деле, не слабо. Ну, Су оставил, кстати, и Гидрала в трех на второй базе. Так, два Дарка щинули. Кстати, они... Хотя странно, вот у них 45 демажей. Почему Гидрала у него нету родной врань? Почему он выживает на одном ФП? Типа один Дарк позже бьет, и он один ХП успевает регенить. Вот, честно говоря, даже вам не могу сказать об этом, ребят. Так, еще один Архон Стас сливается из тех Дарков, которые там были. Вдалеке, где-то пошли Филды. Филды, кстати, так себе. Только часть Гидрала за Филдами остается. Но эта часть Гидрала сливается. Надо Архонов, надо спасать Стас. Что-то... Не законтролил Архона. Су идет вперед. Су 12, 133. Где-то там 8 зелков, товар вдалеке. На третьем нехвате. Ну, по рабочим Стас приблизился к Су. Ну, Су-переход из этого стиля делает Гидролинга Пуша в... Флюркердена вообще. Да-да, Орхидевил, на эту почту скинь. Так, сходят адепты. Эти дарки здесь ходят. Что они собираются тут запилить? Что-то собираются запилить. Ну, ничего не получилось. Лучше бы четвертую отменил бы Стас и не парился. Теперь везде проблемы. Еще и Призму можно слить. Гидра на Крипе очень быстрая. Чуть-чуть ошибся и все. Нужно в шторм, я думаю, Стасу выходить. Он все пытается как-то лезть. Он все пытается, пытается. Сейчас дарки могут быть сбиты в Призме. Нет, Стас законтролил. Молодец. В это время в центре Гидру убил. Третий Нейтус Гасп на третьем раскачан. Сейчас уже... И куда эта пробочка поехала? Куда эта пробочка поехала? Куда она поехала? Пилоны какие-то или разведывательные что-то там делать? Не знаю. Ходит, отконтроливает Крип, Стас. Ну, в итоге УСУ везде прикрыто, но не очень актуально туда. Так, спасибо, ДжС. Сейчас чайник запилим мы тогда туда. Так. Не, ну, Стас как бы... Я думал, он был фаворитом этой пары. Да, но пока Стас 0.2 может начать отлетать в ближайшую минуту. Просто на муви, блин. Сливаются дарки, сливается все. Против Люры драться вообще нечем. Ну, что Стас делает? Шторма не делает, ни хрена не делает. Дарков недостаточно нифига. Су идет вперед. Сейчас Люра вкопается, и с ней вообще будет никак не подраться. Хотя здесь силы сейчас, может быть, зарешают, конечно. Стас приходит и четвертый. Тут забегание очень в схему получилось. Почему? Потому что Су как раз всем лимитом отошел к Стасу. И дома нечем встречать просто зелков. Надо Хату зафокусить. Ну, собаки быстро возвращаются. Стас, тыкни, райдкликом в Хату. Один Газ вообще бьет. Су не контролит ни хрена вообще. Этот Газ согрался. Хату не убил. И Су позицию здесь. Учита отдал, получается. У него Апсервера нету Стасу? Оф, это есть два. Где Апсервера? Не понял. Гилдов наставил, чтобы Гидру погонять. Ну, 130 на 200 держится. По лимиту здесь не отбится. 4 база с Рикер. От дестабилизаторов нет. Шторма нет. Даже колокольчик нет. Так что Люрадис доминирует с Гидрой. Это очевидно. Остались. Ухомбилоны падают. Люркеры до Сентрей достают. Вот Апсервернует. Где он вообще был, хрен не узнает. Короче, 2-1 в пользу Су здесь, похоже. Так, спасибо, GS. Сейчас я сохраню смайлы эти. Ну что, четвертая карта. Стасу надо камбэчить. Иначе минус стас. Сейчас мы увидим. Оп, ну все. Всем запомнил, короче. Все смайлики запомнил. Заполнил, в смысле. Слоты все. Еще и машина осталась. Так, а машина у вас есть, ребят, кстати? У всех доступна она. Всем? Всем чайник. Не понял, а что он? Он же гиф. Кто там что хочет? Даже не понял, кто там что хочет, где? Ну что, четвертая карта начинается, ребят. Сейчас пильну рекламу С на Гудгейме. Вот. Спасибо, Archiveel. Потом проверю. Но все равно сейчас-то пока не буду играть. Сейчас давай тигры смотреть. Су-2-1, ребят, повел. Меха-депо. 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 Да, переводчик, конечно, перевел нормально. А, вот, все, испускает чайник. А, вот, все, испускает чайник. Смайл-бич. Не, на свойник, посмотри. Это Смайл-царь. 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 Так, ну что ж, Усу пул первый был. Но Стас готов оказался к пулу первому. Он Зилка подстроил. Сейчас второй выйдет. И вдвоем они кабину начнут собачкам тут разваливать. Спускается Стас. 8 лингов. Но Зилки способны им противостоять. Две штуки. Тем более они без скорости. 23-16 по рабочим. Ну, фу, ну, огонь это, конечно же, по рабочим. Те, не инъекции как бы сейчас. Хотя, 6 отставания неплохое. Опасно Стас. Адэф там должен, я сказать, вперед летит. Так вот, не знаю, где собаки находятся. Вот. Да, кстати, по поводу тех, кто на квичах, говорит, то, что турик, тут что-то не то. На самом деле призовой более чем достойный. Онлайн-турнир 10 тысяч долларов. Сейчас на холмсторе как, ёмно, 10 тысяч было. Поэтому за 4 тысячи долларов за первое место, я думаю, вполне себе хотят получить корейцы. Тем более, что они играют на из-за недельных туриках за 100 баксов, короче. И менее. Всякие бейстрейд ТВ, там, и Варди, Викли, и т.д. Как бы турниры. А здесь как бы 4 тысячи первое место, 10 тысяч призовой. Тут никто расслабляться не будет. Тем более, поэтому все и вовремя приходят. На некоторые турики корейцы могут отморозиться, просто не прийти, потому что они устают сильно. Постоянно тренируют. Здесь же как бы они все вовремя приходят, естественно. Потому что это турнир, в который надо играть, ребят. Опа! Посмотрите, как овер висит просто. Вот на миллиметр сюда сдвинься, и всё, будет видно здесь. Ну, кстати, овером заметит варп, потому что варп спереди пойдёт. Смысл сзади варпать нет никакого статсу. Он будет ближе к оппоненту варпать. И тогда заметит овером все, что здесь есть пилоны и адепты. Ну и чё статсу не телепортнулся, я чуть не понял. Приковыряет демиджиного адепта Су там активно. Адепты выходят. И добавлять. Всё, варп замечает Су, как я и предполагал. Но через 20 секунд глефы будут готовы. Нужно добавлять ещё больше адептов. Так, пытается третью отменить. Не надо демиджиного подставлять. Стасом. Нужно ещё одного адепта взять сейчас. 95. Так, 5 секунд. Да, глеф, ребят? Собаки даже без скорости. Статс просто третью хату решил отменить. Похоже, что да. Он будет третью отменять. Плюс как бы роботик с дома. Там свитч. Скука собак. 10 собак, а здесь адептов около 9. Чё Стас боится-то? Мог бы сейчас убить, мне кажется. Ну, сейчас с одним ещё варпом пойдёт вперёд. А, Су ещё без скорости начнём. Вот почему Статс так. К адепту перешёл активно. Грудлинги на адептов нападают. Ну, адепты, как и лингов, их моментально практически выносят. Статс приходит на рампу с собаками. Да и со скоростью и без адептов. Из таких количеств будет размениваться просто прекрасно. Собак Статс всех забомбил. Сплит адепт великолепно идёт. Надо эскип жать. А чё Стас утелепортнулся-то? А здесь опять третью хату. Он застаёт в росток. Говорит, привет хата, будем пинать тебя. Дома призма и даркшрайна уже. То есть дарки подъехали. Добивать Статс будет двух бас, похоже, оппонентству. Да. А здесь у нас бейны. Надо телепортироваться. Ответ, конечно же, отрицательный. Не надо. А чё Стас гейт-то отдаёт? Стоял бы, да стоял бы здесь рядом с гейтом. Сейчас су пойдёт и сгрызёт на халяву. Сейчас вот сюда бы дарков поварпил и прессовал бы вообще. Чё он ушёл-то? Третьего некуса нет. Базы две всего. Смысл было отступать-то вот сейчас прямо. Сталкеров не доконтроливает. Сейчас овер улетит. Хотел овера сбить. Сталкеров не сконтролил. Но ему некуда спрятаться на этой карте, оказывается, я этого и не знал. Так, через там пять секунд будет готов Даршань. Будет так дарков сюда варпить. Так, полагаю, что не будет он ничего сюда варпить. То есть призма уже есть. Так, 900 газа устаться. 900, ё-моё. Чё, что ты так долго с дарками-то соображал стасом? Бизнес, садятся, одного отменил. Ё-моё, какой тупёш. А как стас? Топовый игрок. И ги устаться иногда просто бывает хрени нелепые. В контроле, я не знаю. Так, дарки прилетели. Лэйр есть, но ещё не делая. Вот ток-ток, оверсир подъехал. Третий некст оставит. Вот зачем отпускать игру, которую можно уже добить фактически. Через несколько секунд. Это стас вообще и красиво. Нет, надо упустить эту игру. Пытается лэйр сбить. Нет, дружок, лэйр тут не сбить. Дарков вархонов надо слить сейчас. И тогда можно будет лэйр отменить. Скорее всего, попробовать. Улетает стас, как раз вархонов сливать. Су понимает, где это будет происходить. Такое у меня ощущение. Поэтому будет сейчас пытаться принять стаса. Дарками стас полетит явно на мэйн. Сейчас попытки сбить лэйр. В это время выход идёт. Или на третью прям удар нанесёт. Хотя на третью, кстати, тоже очень эффективно прийти сейчас. Почему армия-то засплечена. За лэйр очень сильно боится. Сейчас су, естественно. Стас идёт и на муви в Беллендов зашёл. Какой, блядь, конченый этот стаса. Я просто, когда такое вижу, у меня, блядь, прямо аж горит вообще. В плане контроля, блядь. Что стас иногда делает такое? Ну, это тут случайно пересеклись. Слушай, су на муви шёл стаса. Стас шёл стаса. Архона сливает из демидженов до архов. Стас, это верное решение. Здесь архоны всё просто громят за тем братом своим, который танкует. Который даже ещё не живёт, пока просто морфится. В это время стас передроп архонов минеральную линию на третью базу сделать. До варп ещё у адептиков идёт. Адепты с глефами, напомню. Можно резко сорваться, например, на мэйн сейчас в попытке минуснуть. Лэйр. Почему бы не полететь на мэйн стаса? Хорошее решение, по-моему. Так, шесть дронов минус. Да, он на мэйн летит. Да, хату убивай. Все юниты были уведены сейчас отсюда. Все просто абсолютно. Да варп адептов делать и всё. Да стас ты, ёма, ну что ты делаешь, а? Какой стас тугой, блин. Решил не делать сюда варп адептов. Но он су загонял, конечно, по лимиту отстаёт до сих пор. Но технологий очень много там у него прямо у стаса. По рабочим как бы сравнялись практически. Надеюсь, су понимает, кто стас от Дархона двигается. У них полей мало очень. Они не могут флэр добить здесь. А здесь надо-то ударов там, я не знаю, три удара. Так, блин, Дархан делают. Как раз у стас тот, кто делал блин, Дархан изначально. Сейчас не часто его увидишь, но делают иногда блин, Дархан. На самом деле грейд на лейте полезный. Припекает у меня отстаться, ребят. Не хочется 1-3, хочется решающей карты, потому что... Пошли до вар поделков. Опять стоп двигается вперёд. Почти чаш готов. Морталы есть уже, там, 4 штук. Архоны начинают кампировать. Прикиньте, насколько у них много хп. Они до сих пор и генят. Никто не трогал. Но они почти полностью восстановили. На 8, на 2, 15 лимитов был уничтожен. Суп вынимает, с кого направление стас пришёл. Но не собирается здесь стас биться. Он идёт через Ксилнагу наверх. Опять же, опять 4 дарка зелки вар. То есть это плюс 2 архончика ещё будет. Сливает 2 архона. И морфлов уже 5 штук здесь. И 6-й, почему тут доза забыт, стоит. Короче, сейчас будет стас врываться сверху на дальнюю хату. И одновременно будет заходить зелками сюда, на 4-ю, в центр, получается. Су пока не понимает, в каком направлении удар будет нанесён. Вот сейчас он замечает, куда стас приходит. Су ещё и успел эскейп нажать, отменить скриптумок. Но в это время зелки одновременно с этим центральным врывом идут сюда, на 4-ю. Здесь королевы под ударом. Су вообще не реагирует пока никак на это. Иммертлы архоны здесь бьются замечательно. Иммертлы просто распаковывают вообще в хлам роучер-эваджеров. А зелки делают своё дело. Рабочих топчет, королев уже 2 уничтожили. Или 3, по-моему, даже королеву убили там. Не, вроде 2. Рабочий, наконец, заметил. Су отвёл рабочих. Зелки убивают. Третья хата упадёт тоже стас. Ну, стас, короче, игру под контролем держал. Он понимал своё преимущество. Хоть у меня и припекало, он знал, как дожать, в общем-то. Хотя, я хотел просто, чтобы раньше стас это сделал. Он раньше не сделал, но... Не сделал. Всё, один варп идёт. Стас, смотрите, отменил, кстати, варп. Видели? Чтобы зелков не потерять на бейлингах. То есть, просто сложил призму и сэкономил ресурсы, получается. Варп из дома, плюс 2 эморкла из дома. Здесь одни эморклы вообще заходят. Интересное решение. Резвение призму не раскладывает. Боится паерболов на призму. Стас, и правильно делает. Сидеть, как будто, эморкл. Эморкл с блинком. В исполнении Стаса 6 штук с блинком на призму. Вот, сейчас придут ещё зелки, плюс там 2 эморкла. Эти в хлам демедженные, но живут. 4 выжило. Зелки пришли, затанчили. Вот, наконец-то, появилась возможность призму расположить и добить. В итоге, что Стас и делает. Эморкл по 5 сплетанул. Это всё сильная работа в плане контроля. 2-2. Хорошая матча. Хорошая матча. Хорошая матча. Так, у лейера было 160 хп с чем-то. Архонную по лейеру по 30-ке бы били 2 штучки. 3 удара и лейер упал. Естественно. Ребят, всем ещё раз привет. На гудгейме 300 человек. Всего 500, кстати. То есть на Твиче почти 2 сутки. Хороший положительный момент, естественно. Вот. Это очень круто. Спасибо всем за внимание. Помните про поддержос. Подписывайтесь на премиум. Поддерживайте меня, мой канал. Вот. На премиум на гудгейме подписываться. Подписывайтесь. Если хотите, чтобы озвучил через Gplayer мужик. Поддерживайте. Ну, либо по реквизит, который есть на всех каналах. К2T, Goodgame, Twitch. Там все в описании есть. Вот. Ну, и отблоки просьба отключать. Потому что реклама сейчас есть какая-никакая. Вот. Её я иногда и пиляю вообще. Ковар подменен. Куда душа зелков попадает? На самом деле, ковар подменен. Зелки просто обманывают, что типа погибли. А на самом деле, они там в детей еще сидят. Через пилон гейтс, Тац, начинает. Так, кстати, что у нас по зергам здесь? Зергов три на этом турнире. Просто два всего. Причем, Хира Дарк, я думаю, Дарк там фаворит с Хиро явный. Тиранов три тоже. По разам достаточно баланса. Но если сейчас Сатац проиграет, то мы можем просто в полуфинале решиться, скорее всего. Следующий матч. Гумихуя Новэйшн. Бо 5 у нас. ТВТ, помните об этом. Будем усмотреть. Потом будет матч Бьян против Рога. Ох, огонь сегодня, конечно. Дарк против Хиро. Последний матч. Задержка в 12 секунд. Так, стрейпробки и минус. Опять Су через пол первой игра. Забежал в итоге у Смук на мейн. Пробраться к Сацу. Ну, здесь вроде как Зилок готов. Но собаки, они задолбают. Вот эти бегать. Они быстрее Зилок, и они будут бегать, и напрягать, и напрягать, и напрягать. Здесь Зилок отогнал от пилона. Пингис погонен за пробками. Какая-то сплошная тут. Нужен адепт, чтобы минуснуть, короче. Статс тут постоянно вынужден катать рабочих. Какого-то там лаги пошли вообще. Не понял. У меня написано пинг 0М, что вообще как? Это вообще законно? Вообще как тут так? На Корее пинг 0М что-то глючит. Не работает почему-то по поводу этого лень. Азия же все-таки. Статс, короче, ребят, отбился. Но в прошлый раз он гораздо более эффективно встретил собак. То есть здесь он 4 пробки потерял. А в прошлый раз он вообще ничего не потерял, получается. Но сейчас адепты могут пойти похарасить. Нет, гейт это гейт. Гейт он только проводит. Короче, не задавай тупые вопросы. Экзергу иди, блядь, тупые вопросы задавай. Ха, они мне тут. Вот. Еще давайте про карьера. Пусть маленький с автомата сбивают. Поговорим. Короче, адепты прилетают на мейн. Статс будет телепортиру... Да, смотрите, телепортируется. Собаки 2 минусну сразу. На иллюзии посылать. Ох, 3 собачки. 4 линга. 5 лингов. Все-таки минус нули одного адепта. Су минус нул. Но, тем не менее, статс продолжает напрягать. Старгейт в 3 гейта. Выход у нас здесь идет. Оракул еще не готов, но скоро доделается. Здесь адепт уходит. Но как-то для Су неплохо, по-моему. Так, ну что, 2. Адепта плюс 2, 4, как раз. Плюс 2 зилка здесь. Тиранам не просто в бараках надо жить. Им надо поддерживать физическую форму. На них доспехи напяливают. Но просто-то тоже они все такие мощные. Они наверняка тренятся. Они сами-то все такие. Так, на мейн дроп лингов. Статс терпит просто жесть. Вообще, как 8 пробок. Минус что ты делаешь, Статс, а? 9 пробок минус 0 ему Су. Это очень печальная ситуация. Для соседей даже нет ресурсов, чтобы не Су заказать. Ну, в это время адепт у Статс отдается просто. Оракул стазисами харасит. Вообще, ну, крайне печальная для Статс ситуация в этой карте. То есть, 3-й хат у Су нет сейчас. Но он сейчас роучер и реведжерами еще пушить сможет Су. Оракула почти отдался. Смотри, реально, вчера они что-то похоже... Спасибо, Уэйд, Фу Рэйд. Спасибо. Так, с Оракул еле живой. Адепты двигаются. Здесь Феникс летает. Что вот Статсу делать сейчас? Двух нет. Причем на карте Каталена. У нас Каталена оказывается есть быть. Каталена ладерна или вообще как тут вообще? Так, два дрона минус 65,89 по рабочему. Здесь продолжается движуха сверху. Статса ничего не получается вообще. Третий Нексус. Вот есть ресурсы, но Статса не ставит. У него нет ни технологии, ни хрена у него нет. Короче, говорят, два роба запиливается. Зачем ему два роба сейчас, я даже не знаю. По два эморку он там, по два колосса, по два дестабилизатора. Чего по два он хочет строить? Делки вниз спутили, чуть не отдали сейчас. Здесь есть один пилон Стас, понимаю, что у него Роучер и Озеро Пуш идет. Но если он чудом что-то сдержит этот прессинг, может, это, конечно, Статсу здесь и поможет. Мне кажется, что здесь никакой чудом что-то этот прессинг не сдержит. Мазеркор надо отвезти, королевы там идут вперед. Филд надо, собаки забегают, нахуй, чудо-то принят. Статс сливает с инфриз энергии, с большим количеством филдей, ставит на рамку. Реладжер идет вперед. Да, Эммортал заказан, но это минус статс, ребят, лишаются мы одних из просто. Реладжер идет вперед, но здесь, кстати говоря, я спишу Статсу похоронить. Реладжер идет вперед, пишет и ливает. У нас же сетка лузеров здесь, ребят, есть, так что устаться будет шанс, но он, похоже, попадется на проигравшего гумиху и новейшину, поэтому каковы там шансы в лузерах, вопрос открытый. Вот тебе и чемпион GSL, полуфиналист GSL против мира. подлетает от Су. Ну, Су тоже не пальцем деланный, как говорится. 3-2. Так, ну что, гумих против инновейшин у нас. GSL 16 августа, да, начинается, или какого он августа начинается? Да, 16-го группа, первая группа. Опять две группы, все ими правы, вот, начинается, как же бесит меня это все дело. Ни одной группы в ROG-16 нет, где все три расы были бы представлены. А что делать? Спасибо еще раз всем за поддержку, ребят. Wait for it. Турнир крутой. Спору нет. Теперь я вам положу на dynamole. Taiwan time. И ваше proof. Ты. Тем дуть. Под question. Ну, так. Toronto. Ты. 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 Так, переименовываем стрим инновейшн против статсов, ой, инновейшн гумику, простите, будет сейчас, может он и будет против статса в нижней частке играть, если проиграет гумику, так что инновейшн против статса это реально вполне. Так, все, переименовал, отлично, ждем. Так, я начну вернуться, секундочку, рестарт вот это было, а на секунду буквально отойду, подождите. Спасибо. 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 Я передвинул кресло, которое тут прислали мне. Опа, и здесь уже игры начинаются. Вот оно, коробка сзади стоит. Так, что-то бак какой-то. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ну что, прыгаю в игру. Должен сейчас зайти. Все, я здесь отлично, короче. Все вроде как здесь. И сейчас начнется игра. Нет, сегодня четыре матча, которые анонсированы. Все. Другие даты пока неизвестны, потому что корейцы очень заняты. И, видимо, ну, будут уже на ходу эти даты выставляться. Ну, я думаю, раз плывов начали, будут сейчас стараться. Будут сейчас стараться, быстрее все. Благодарю. Доброе утро. Продолжение следует... Так, ну поехали. Продолжение следует... Так, ну что же. Погнали. Улучшение командного центра завершено. Так, у нас тут прокси-бараки, между прочим, от Иновейшина. Я пока смотрю там кое-какую информацию. Все, давайте в игру переношусь. Все-таки из игры стримы тут некому больше комментировать, на самом деле. 3-2, Су победил первый матч. Второй матч у нас Гумич просит Иновейшина. Пока что у Гумича ЦЦХа, а у Иновейшина два барака рипера. Прессинг и... Это значит, что у Гумиху будут сейчас проблемы, возможно. Гумиху видит, что происходит. Так, гранат кидают. Теперь они 5 деможа наносят, поэтому Марику не очень больно. Вот, гранаты, дом у факта делается вообще. О, рипера выкинуло. Смотрите, как прикольно получилось. Эх, не успел. Стас рипера посолает. Отпросите, Стас. Гумич, конечно же, не успел рипера посадить в бункере. Вот это проблема, потому что здесь даже не Циклон, а Гелеон заказан. Ребят, что он может сделать? Рипер этот должен был выживать. Короче, Иновейшина харасит. Здесь все еще не слабо. Харасит 5-4 рабочих. Он 5-й, не за горами. Вот 5-й подъехал. На деле они у деревянной Макентоши эти риперы. Гелик вышла, что он один против трех риперов делает. Ответа очевиден, ничего. Есть Марик, правда. Но уже демодж рабочим 9-10. И это не предел. Так, с 11 КСН отмен уснулось. Второй базе ЦСЭХа у Гумича. Дома что? Дома барак прилетает. У Гумича. Иновейшиновский начинает разведывать. Старпорт, в общем-то, делает. С боевого лимита Гумиху больше пока. Но это только пока. И пока что решает, что есть база. У Гумиху вторая, в отличие от Старца, как бы. И это, естественно... Так. Марики разбираются. Риперов надо... Одного жахнул, второго. Нет, здесь демоджинов, КСН-х сколько много надо. Офигеть, еще три успел подряд. Но три сейчас терять было совсем необязательно работать. Но никак было не убить и риперов без потерь. Если Гелик погиб, и Гумиху уехал бы на него очень активно. Тогда бы он еще больше потерял. Марики просто не смогли подогнать. И первых, они на вторую прилетели. И печально здесь была. Так. Барак, конечно же, собьет в итоге Гумич. Тридцать. Двадцать четыре. Тридцать два. Барабам. Само удивительное, что... А нет, не втыкает. Не втыкает Гумиху с рабочими. Строит все в порядке. Рабочие строятся и строятся. Активно двадцать шесть, тридцать три. Ну, уже не так критично это выглядит все. Вообще, тут же пятнадцать рабочих Гумиху потерял в этой игре. Так, ребят, сейчас я прикрою что-то. Открыло окно, стало как-то... СМ готов! СМ готов! Это образовой фронтез идет, я насколько вижу. Завтра вообще плюс тридцать почти ставится. Прогнозы вообще. СМ готов! Мотор идет! Режим готов! Полный вперед! Прошь дороги! Такс, ну что же. Танчик! Танчики банши у... И на аэш, но у Гумиху третий СЦех, кстати, тоже есть, но он отстает по рабочим, отстает откровенно. И СЦеху не грейдил очень-очень долго почему-то, непонятно почему. Придется скан. Еще один тратите на вейшн, а остался в ранже скана. Это было глупо, потому что потом-то он уже из него вылетел, но вот этот захват, видимо, проходит, и когда летят выстрелы, даже если скана выходит, то все сбивается в итоге нормально. Третий СЦеху инновейшн занял. Стим у него почти готов. Бараки добавляются. Гумиху не может пока похвастаться таким развитием технологий. То есть у него бараков еще нет, и стимпака еще вообще времени много будет. Все, меняются бараки местами. Один прилетает. Сейчас только-только стим будет заказан у Гумиху. И один-один. Ну то есть он с вставанием, но делает то же самое, что и инновейшн. Если он хуживет и в эти грейды выйдет ключевые, может быть и нормально все будет вообще. Гумиху часто ли в финалы попадал? Так, это Гумиху чемпион ГСЛ последнего, если что. Напомню я вот это все дело. Где в финале, кого он обыграл, как вы думаете. Я думаю, вы догадываетесь кого. Так, четыре, мол, у Гумиха добывают третью базу сейчас. Повысится минеральный инкам очень сильно сейчас. У него, ну и навыкшенно все больше что-то. Ну у него рабочих на 9 больше, потому что, ну Гумиху не сильно, кстати, проседает. 2-2 инновейшн. Щиты здесь в Тим 1-1 делают. Ну, вставание примерно в полторы минуты по таймингу апгрейдов у Гумиха. Вот инновейшн. Даже поменьше немножечко. Главное не втыкать, но в принципе делается армори здесь. Инновейшн тоже не забывайте и на технику грейды делать. Полетели вот уже дропы. Значит, Марик здесь стоит. Конечно же, дроп с ним разбирается быстро очень. Один на центре Марик. Здесь Викинг патрулирует. Хороший контроль карты от инновейшн. Вот у него какой вижен. А вот какой Гумиху отсутствует. Ну, инновейшн не стал дропаться. Он делает просто выдвижение вперед сейчас. У Гумиху атака на танке. Сейчас второй грейд на броню пойдет. И нужно щиты сразу же после стима заказать. Закажи, что их сразу, е-мое, чтобы они делаться начали уже в тот же момент просто. Что, стим доделался. Щиты не заказаны пока. Гумиху двойным дропом вперед полетел. Здесь два Марика как раз стоят. Гумиху видит прекрасно это. Наверное, он загружается совсем не двойным дропом, а дропом из шести медиваков. Если сейчас выгрузить Мариков сюда, можно не дать дропнуться, кстати. Но Гумиху ж не знает о том, что происходит. Здесь Ревен есть с четырьмя автотурелями. Так, выгружает Гумиху Мариков своих. Надо стимиться встречать. Стимиться Гумиху автотурель. Раз, два, три, четыре автотуреля. Гумиху ставят. Циклоны плюс Марики бьют. КСМ-ок вынудил выновыщен Гумиху взять. Танки все уничтожены, но крит-дэмэдж получен. Посмотрите, сколько слилось рабочих. 28 штук. Это жесть вообще. Так, два-два у Гумиху делается. Атака на танки делается. Вроде бы, что там делается, что можно. Если рабочих получится восстановить, пожить-то еще можно. Здесь дропчик на вторую базу проходит. Здесь на... Да, Гумиху отбился. Марики, ткетанку убили. На мейне тоже Гумиху отбился. Держится пока, но ситуация... Все хуже и хуже. Пусть инновейшн, он как робот. Он строит танки с двух вакторей. Би его много. Четвертая цеха есть. Он не стоит на месте тоже с этими. То есть он не просто отдается, он разменивается. И разменивается достаточно выгодно с Гумихом. Хотя потерю и навыщена выше после вот этого дропа, как вы видите. Гумиху сам решил, что пора полететь в двум дроп. И навыщену разгружается мариком одним. Вбревает дроп в тыл. Здесь туретки еще четыре. Ё-моё, все прикрыто просто великолепно. Великолепно. Гумич прорывается. Скан турецкий вид. Танчики надо... Ой, марики залетели. Как же медиваки больно атакованы сейчас и навыщенными юнитами. И навыщен криво, кстати, дропает. Смотрите, Гумиху тут убревает. Ой, медиваки все упали, но лимита резко больше стало. Смотрите, еще два танчика привез. То есть засиджаться можно танками. Так, ну медивак погибнет. Сейчас наверх скан нужен срочно. Гумичу наверх скана нет, я так понимаю. Марики и навыщену приходят. Он пытается пробрить, но не так-то просто. Офигеть. И лимита Гумиху больше. Один дроп и лимита Гумиху больше. У и навыщену 3-3, зато у Гумиху вторая атака на танки делает. И здесь КСМки начинает разбирать. Вообще офигеть. Просто что Гумиху сейчас сотворил, вы видели вообще. Он дропнулся и навыщен не готов в тылу. И, как вы видите. Здесь Марики со всем сторонам Гумиховские заходят. Если не дать сейчас заказать флотерей на 8 тысяч. Вы видели, что это была за игра? Я просто в шоке, если честно. Но такого уровня ТВТ мы смотрим сейчас. Поэтому я говорил, что ТВТ здесь будет не хуже, чем другие матчи. Чемпион последнего АГСЛ против чемпиона. АГСЛ против мира. Вот такие вот у нас пацаны здесь играют. И навыщ против Гумиху. АГСЛ. 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 Продолжение следует... 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 Так, с китайцами я всегда в игре Потому что с китайцами нормально Взаимоотношения Они пускают стримить из игры Короче, у Гумихо больше викингов Он просто и на Лайчнгг пишет Он хотел за счет контроля воздуха Попытаться сейчас заполучить преимущество И уничтожить Гумиху У него ничего не получилось, как вы видите Так, вошел в инвайт Сам не успел опрыгнуть, у меня инвайт Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, третья карта Субтитры сделал DimaTorzok Такс, ну что же 2-0 Гумиха, ребят Погнали третью карту сейчас Да, Зест не играл Нет, Зест не играл Гумиху, возможно, играл Идет Гумиху в разведку сейчас Ну вот, пинг начал, кстати, наконец-то показываться Ну Гумиху приехал ко второй базе Навайшин тоже, чтобы разведывать через риперов С мейной играют В этот раз оба в ЦЦХу выходят Сколько я понимаю, Гумих ставит дома И Навайшин пока А что и Навайшин-то не ставит? 500 минералов, да проще перелететь Быстрее было бы Такс Факта, в итоге отставать будет С ЦЦХа немножечко Здесь, погодите А, КСМ-ка здесь Полудох, у кого там Гумиху пошел А, он дает риперу вижн, чтобы Убить КСМ-ку попробовать И убьет ведь А своей уедет, между прочим Своей уедет И нужно возвращаться риперам домой Вот этих ребят лучше вычинивать Иначе для рипера это легкая цель на самом деле будет Но, если риперам своим будет Гумич внимателен То не даст просто подрезать Куда-то прилетел, улетел Залетает рипер на мейн Гумиху полетел Очень непонятно куда На факте рипер КСМ-ку подрезает Ну и что, Факта в итоге Факта достраивается Гелик заказан У Иновична тоже Гелик заказан Ну, обменялись обязанностями По рабочему друг друга убили Ну, у Иновична два рипера А у Гумиху всего один Зато у Гумиху Гелик И по две штучки строятся уже Годите То есть он сначала одного заказал Потом передумал, отменил, заказал два Да, так и было, короче говоря Ну, это минус вот этот рабочий скорее Хотя, не, Иновична не видит Что он там доход где-то Гранатки хватает дэмэжа, чтобы взорвать Ай-яй-яй, не успел Вот этот рипер мог сейчас погибнуть Если бы по нему удар еще один прошел Он не погиб Но в это время Гумих сам залетает На мейн-к инновейшену И вполне возможно Сейчас он что-то подрежет здесь Пролетел, посмотрел И чего Чего сразу атаковать не начал Потерял драгоценные секунды Ну-ка, СМ-ку одну подрезал Ну только одну Так, в итоге потери-то повыше У Гумиху здесь Ну это не страшно Сеха добывать начинает Бьяна или Рог равна ли матчам? Думаю, что равна абсолютно Не так давно Рог обыграл Бьяна, по-моему На ГСЛ в группе было Вот, и Рог сейчас топовый Как бы зерк Ну это зависит еще От формы Бьяна Как бы Но я думаю, что Рог может победить Вообще Кумиху Женщина-бродня С корейскими махаловией Девятью составим Ну это Кумиху А здесь-то Гумиху Так, Викинг Плюс Циклону Гумиха Встречает Инновейшиновскую Баншу Здесь Либератор Пролетел Ну так Либератор Четыре рабочих Как бы Банша убивать Инновейшин из рейнджа Скана сейчас выйдет Просто смотрите Ё-моё, какие у Гумиху Проблемы дикие Рабочих демеджных Ты подрезай Подрезал Десять Убил очень много Короче Наубивал Очень много Наубивал И это, ребят, мех Еще От Гумиха При этом Все Ну мне кажется С такой экономической Ситуацией Мех не очень Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что же Бланшу наконец-то поймал, она еще и Марика короче, минус 0 29-42 по рабочим На реакторе Марики строятся бараки, плюс так, 20 клонов 30 клонов, плюс гелики, короче, передроб Один этот полудохлый от него толку мало, поэтому Гумиш не дрогается наверх Кстати, здесь напряга будет много 30 клонов, плюс гелики Танк падает, Марики падают КСН падают, еще один танк как-то навычно выезжает, моментально Гумиш его выпиливает Неужели таким дропом он просто убьет своего оппонента? Ну убить не убьет но напрягать будет жестко 8 рабочих минус, вот уже и по рабочим неплохо, неплохая ситуация 37-40 и боевого лимита Гумиху больше, чуть ли не в 2 раза вообще Рэйвена забирает Гумиша Чё, все на раздачу-то летят у Инновейшна, просто на муви гоняют Ну кто-то писал, что Дарк на стриме писал, что после вчерашней жеребьевки группы на ГСЛ, Инновейшн, Статс, Дарк там посидели очень неслабо где-то в кафе Походу На почерке были вчера Что называется? Де Худжи, Хайдете, здорово всем на СК-29 Вывел, кстати 1043 кикмоина Пришло мне 840 примерно Рэйв 905 высылали Там даже скрин был 73 комиссии Сюда они там из Зимбабве высылали Непонятно Танчик минус, все, здесь Гумиху отхарасился В итоге Инновейшн живет, треть СЦФ А здесь тоже третье достраивается, между прочим Так, Гумиш все-таки в Био выходит Знаете, Гумиш-то все-таки в Био выходит Что себе? Показалось, мех, нифига Просто вначале мехом играл Плюс еще бараки поперлись Стим со счетами будет одновременно заказано Новейшн просканил и понял, что происходит сейчас На ГСЛ без шанса Бьяна отлетел Но это не значит, что здесь он без шансов Просто будет Бьяна Так, кто тебе мешает? Хотел бы в шахматы как пещера играть Начинаем трениться завтрашнего дня Не, ну это-то нереально С понедельника надо начинать вернуть А не с завтрашнего дня Минус пределах Танчик падает Еще один танчик у Гумиша Смотрите, как Мариков он дропнул при этом все Айтен приходит, Био выбивает Новейшн Гумиш пролетает тыл Стима нет Щиты скоро уже будут Короче, вот эти дропы так себе для Гумиху были Мидивахом пытался Гумиш улететь Минус Мидивах Не повезло пацанам, которые там сидели 56-56 парабан Боевого Новейшн больше Грэйдового Новейшн получше Сейчас, хотя Гумиху почти что не отстают Именно вот по грядам набивочной Доделается броня через там 12 секунд Он закажет вторую и все будет окей И третью цеху Начал лывать по рабочему уровню Тут еще может кто угодно перевернуть, выиграть Но инновейшн идет реализовывать почти 20 Плюс боевого лимита И это он правильно делает Тайминг второй атаки тем более у него лучше Плюс забегание в размере 11 мариков На третью цеху готовится Гумиш контролит сил нагло Видит марик, как инновейшн выдвигается Так, сканит инновейшн В это время инновейшн на третью базу Предпринимает врыв, как вы видите Гумиху не реагирует Сейчас он реагировал Не очень быстро он реагировал Циклона 2 будет сейчас развалена Мариками моментально Отбиржа 11 мариков Еще циклону 2 им сделают Гумич пошел отбиваться И инновейшн передроп на мэн делает Это очень плохо для гумиху Точнее, я бы сказал, это похоже, что 2-1 инновейшн берет карту Потому что здесь уже не отбиться будет Нормально, без потерь ГГ, да Вот так вот Ну что, четвертая карта Молодец инновейшн, может закомбэчить вообще Так, я теперь зайду в игру Посмотрю в окно Серьезно, прям грозовод Вон такой двигается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Так, ну что, ребят Пятая карта у нас Гумич 2-1 ведет Туча летит Свет надо врубить, короче ССМ готов Стало темно из-за этой тучи, блин ССМ готов До конца Надеюсь, что он будет быстро проходить Потому что в 20-х числах мне нужно будет уехать Вот В Москву На армию России Форум Хотел на 105 лет ВВС уехать Но это надо уже завтра выезжать Поэтому как-то, наверное, нет Не поеду я никуда Тем более Илюха тоже ничего не отписывает Нифига Так, ну что Факта на мэне получается Поперла Вторая ЦЦ Делается Уиновенщика Ну и Гумиху Тоже же Самая Зеркальная Матч Газбарак Врипер ЦЦ Факту В итоге Реактору Гумича Реактору Инновейшина Ну что Сейчас вопрос Будет ли он для нас Пятая карта В этой паре Или же Ограничимся Четыремя То есть Гумиху Дожмет Инновейшина Или же Инновейшин Сравняет счет Пока что Абсолютно Это непонятно Вы видите Лимиты Лимиты Вообще Вровень Практически Идут Вот Иногда Там Вперед Один Вырывается По рабочим По боевому Лимиту Сейчас До заказа Будет У Гумиху Банша С инвизом У инновейшина Что у инновейшина Рэйвен Или Банша С инвизом Поддерживаете 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 На максе Был Почему не был СМ готов СМ готов СМ готов СМ готов Пристройка Завершена Был Конечно На максе Но на армию В кубинку Это святое Люблю Я в кубинке Потому что Там Близко Пилотаж Идет В сравнении С максом Нет Я не из Питера Костя Слезь О Ну что Бараки Тут местами Начинают Меняться Рэйвен У Гуми Еще Банша Вперед Летит У инновейшина Кстати Где банша А Инновейшин Вообще А Инновейшин Просто Рэйвена Сделал Извиняюсь Третья Ццеха Пошла У инновейшину Гуми Прямо Снизу Это Ццеха Кстати Рэйвен Не в позиции У инновейшина И сейчас Банша На халяву Сюда Залетит Между прочим Рабочих Придется Потерять Несколько Штучек Наверное Он не мадил Баншу Спалил На мы Отогурили Прямо Баншу Поперло Два Рабочих Срезал Да Пару Маликов Да 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 Сразу 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 Прямо Так, рабочие подстраиваются активно ЦУЦ и химорфицы Грейды везде делаются Реакторы подо все добавляются Под факту, кстати, можно будет Лететь сейчас на лабу, сесть Да, так и происходит С Гумиха все четко Раз здесь сделаны Пристройки бесхозными Просто не остаются Ну и навычно раньше стима ЦЦХ Ну, ЦЦХ даже чуть раньше У Гумича, получается, начало добываться Сминает Гумича сейчас Гумич вообще не на позиции Юнитами своими Посмотрите, находится Медиваков нет, а здесь ведь еще и Ревен Стима еще нет, танчик всего один Ну, ой-ой-ой, это печально Надо аккуратненько ЦЦХ, увы, ну, делу лететь На, на третью лететь, видимо, ЦЦХ Я не знаю, что там делается Уходит инновейшн Уходит Гумиха, точнее, инновейшн идет вперед Минус КСМ-ка Минус ДПОшечка сейчас будет Можно на мейн, кстати, резко дропнуться Что и делает И навычно в итоге Передроп на мейн Автотурель есть у Ревена Раз, ставится Вторая есть, энергия На вторую автотурельку Великолепный дроп Снизу танк третий Тоже прикрывает, кстати говоря Пока что ДПОшку он бомбит Но очень скоро Можно его перевести наверх Будет просто, во-первых У вторых Так, Ревен И минус Автотурель последнюю поставил У нас в итоге И навычно На танк врате Мариков еще вперед Просто побольше Что и навычно Собирается делать Третий танк Вообще не трогает Перевозится Да, один танк Ужас Так далеко-то полетел Ё-моё Навычно Ты так далеко полетел Гумиха не замечает Что его вообще убивает Стим не прожимает В это время Реактор И навычно убивает ГГ, ребят 2-2 Посмотрите, какой накал Во второй паре Не так немножко по играм Как статс против СУ ГСЛ, конечно, буду стримить Я, но ГСЛ Смотрите на Гудгейме Всегда В описании канала Есть Иначе выпилят мне Канал Твич Как бы Ну, хоть я на Твиче Редко в последнее время Стримаю Потому что не часто В игру получается В турниры Попасть Но Как вы видите Иногда Все-таки Получается Турниры замещать Поэтому Лучше пусть Твич живет Вообще Продолжение следует... 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 Ну хорошо, как подкинул, да? Гуми с геликой на высшем себе Зажег все-таки гелионом Наконец-таки И выход пошел 20.75 по лимиту Серьезно Плюс один Доделывается Здесь две инженерки Но грейды 1-1 Не готовы пока Интересно, будет дропаться Гумиху Или как-то в лоб зайдет Я думаю, что будет в лоб заходить Потому что дропнуться ему нечем Фактически Именно юнит это есть Хотя нет, второй медивак прилетел Двумя уже можно и дропнуться В принципе Попытаться Айс палился медивак Кажется и навыщен Поймет, что здесь выход идет От гумиху Позиционируя танка Просто великолепно Смотрите Здесь один и второй Они перекрывают рампу Всю практически Ну нет Эта часть рампы Эта всю перекрывает Но нельзя зайти Только по вот этому кусочечку Небольшому рампы С этой стороны Тоже придется гумиху Двигаться Вперед Видит он позицию танчиков В это время В это время Аптутурелями Рэвеном Карасит И навыщен На мэй не убривает Гумиху Нет, шесть рабочих Потерял Щиты сейчас будут Скоро готовы А и навыщен Строет два викинга Чтобы прогнать Так Чтобы играть в лотов Нужно купить только лотов Сейчас Первые две части Не нужны Чтобы играть в Старкрафт Это после вола Нужно было Ход покупать То есть Как бы он на волу Накладывался сверху Лотов же нет Если только компанию Хочешь пройти Вот Но Если там полгода назад Где-то были За 300 рублей На же два версии СНГ Для лотов То есть сейчас Даже не осталось За тысячу Сегодня четыре матча Я так понимаю Больше матчей не будет Хотя я вообще не знаю Может сегодня до конца Они потопить решили Да ну-ка До конца Слишком много матч Точно не до конца Но Нет Нет не сегодня Не сегодня Здесь организация такая Что заранее Как бы пишутся Да ты Убивает Третью ЦСФу Гумище Новейшину Новейшин идет вперед Станщики Гумище уйти Пытается Щиты доделались У Новейшину Пытается свалить Здесь марики Некоторым даже И не поражать Темпак Они перенаркоманили Блин Дэмэдж Чем получили И не могли кольнуться Этим Шприциком Так Ну что Дроп Вот она Новейшин идет Новейшин 2-2 Опять же Раньше Чем у Гумище Третью ЦСФу Восстанавливает Но дроп Только Мариков Поэтому Танк Здесь все Перекрывает Гумику Выбивает Именно Медивак Из которого Не все дропнулись Молодец Был внимательным И по лимиту В плюсе В итоге Гумище Новейшину Больше танков Смотрите У 6 танчиков Есть викинга 2 Он воздух Контролит 2 викинга Это смешно Надо гумику Два добавить И все будет окно Он не добавляет Пока ничего Так На стиме Гумище Избревает Все-таки Дропа Новейшина Майки Минус Медивак Надо вести Все сюда За счет Контроля Воздуха И большего Количества Танков Новейшину Можно развить Сцеха достраивает Сразу же Полетел Негрейшиной Потому что Дистанцмайнинг Идет Рабочим Негде работать Дома здесь Кончаются Минералы Так что Надо посадить И уже потом Орбиталку Получается Делать Так Танки Новейшину Вперед Подводят По рабочему Встает Суммарно 20 Ровно Лимит Отставания Но боевого 10 И пошел Гумику Вперед Прямо на танки Маленькие Новейшины Сзади Почему-то Конечно Маленькие На танках Там Послевались Вот Наконец-то Гумику Додумался Что Два Викинга Новейшины Это вообще Ни о чем Нужно Своих Просто Добавить Пришел Новейшин Вперед Гуми Ход Сначала Позицию Потерял Перед Дропом Прилетел Назад Отбиться Попытался Новейшина Идет Танчик Ты Фокусни Кого С кем Ты Дерешься Ты Ё-моё Новей Что Ты Делаешь Танк Не Фокусну Вовремя Ну Посмотрите Какой Принципиальный Замес Идет Лимит Это Пока Не просели У кого Прям Сверх Жестко Новейшина 2-2 Против 1-1 Гуми Хоть сейчас Окно Будет Некоторое Время Тайминговое Может быть Что-то Получит Нихрена Се Там Полило Полило 102-4 112 Новейшина Пытается Выдавить Третью Занял Орбиталка Еще не Готова Но Сейчас На перераскладке Танков Гумич Ловит Новейшина Хоть Морики 2-2 Они 2-2 Выигрывают Благодаря 2-2 И Новейшина По лимиту По боевому Все еще Меньше Но он Гумиху Здесь Размолотил Просто Гумиху Викингам Отконтраливается Здесь Танк Надо Защитить 2-2 Еще не Готов Морики Где вообще Всего Пачка Большая Где они Были Все время Пачка Подходит Морики На стиме От Гумича Подбегает Ну Новейшин Танками Позицию Уже Занял Вот только Только Морики Подошли Жесть Так Вот Инъекция Наркоты Влияет На скорость Стрельбы Там Такой Сильный Наркотик Представь Что Так Пошли Морики Вперед Я Сейчас Скажу Танки Выбивают Бумич Все таки Блин Отбивается То есть В автомате Калашникова Там Три режима Есть Стандартно Да Там Допустим По три Пули Одиночными Как бы И Ой Ну Полностью Как бы Да Зажал И до конца Как бы Выстрелил Типа Сколько Зажал Стойки Выстрел А здесь Просто Настолько Жесткая Наркота Что В режиме Одиночными Морики Стреляют Быстрее Чем Очереди Просто Вот Как их Прет Вот Видимо В этом Фишка Все Ну Так Опять Что Говорить Как Морики Вообще Горус Автоматов Убивают Или Я не знаю Баку Крузер Расстреливают На пол Неба Размером Так Занимая Льюиш Позицию На камнях И Навэш Он отбивает Все 3-3 У Гумиху Только Третья Атака У Инновейшена Заказана Четвертую Гумиху Занял Перелетев Цецех Из мейна То же Самое Делает Инновейшн Он И со Второй Из мейна Перелетает Но Вот Этой Цецехе Он Может Сейчас Лишиться Да И лишает Хулиган Гумиху Инновейшен Цецех Гумиху Инновейшен Пришел И Не Может Ничего Гумиху Сделать Но Зато Передроп На Мейн Зайдет Сейчас Очень Неплохо Мариков Тут Очень Много В этом Передропе Но Дроп Это Сходной Депошечки Которой Толку Нет Сейчас Можно Грейды Выбить Смотрите Там Инженерка Рядом Инновейшен Зайди Под Грейды Под Танки Только Инновейшен Заходит Не Под Грейды Танчик Живой Барак Выбил Неужели Инженерку Не видел Это Ключевой Момент Третий Грейд Сейчас Выбить На Такой Стадии Это Просто Решающая Тема Улетает Инновейшен Он Просто Не Рискует Получается Выдвигается Вперед Другой Группой Юнитов Гумич Добывает Инновейшен Тоже Добывает Но У Гумич Это Цецехи Сколько Три Три Цецехи Инновейшен Два Две Цецехи Осталось Шунту Потерял 150 80 96 По Лимитов Надо Танчиками Под Цецех И Позицию Инновейшну Занимать Что он И делает Какая же Напряженная ТВТ Идет Просто Жесть Вообще Так Викинги Медиваки Медивак Прогоняют Который Вижен Давал И Теперь Что Вижена Нет Надо Сканить Или Что То Делать Вообще Так Пошла Атака 97 132 Тут Гряд музыка Громко Мешает Музыка Или Нет Опять Гумиш Отбился Короче Не может Навэш Никак Продавить А сейчас Еще И 3-3 Гумих На 3-2 Только Лишь Навэш На Лишь Лишь И Ну Лишь У У И навычил минус, гумиху победил, вы видите Так, ну что, Ира против Рога сейчас будет 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 На вооружение, ну да, просто у нас У нас было сборы в 2001-2002 году В 10-м, в 11-м, в 10-м, по-моему, у нас были Вот, и там были у нас АКС, которые были Был этот режим, как бы Три патрона я выстрелил Сака, Школь, все, хорош Постреляли, готов воевать Некоторым счастливчикам 6 давали, помню Промашнили кто Ребят, Дарк против Хиры у нас сейчас будет Насколько я понимаю Все переименовываю Короче, Статсу на вышном будет Нижней части сетки биться Не повезло Статсу немножечко Ну а что, тут все игроки Невероятно сильные На Субла выиграть Пяти по Венерам Было бы Статс Гумиху там А сейчас, если так было бы Пилю рекламу, ребят И помните, что Просьба поддерживать Разблоги отключать Подписываться на премиум И так далее Жарко-жарко И вот такая вот у нас погода Сейчас даже вам покажу Нормально так зарядило Нормально Пусть сейчас станет попрохладнее Нормально Жары у нас как-то и не было На завтра ставить грозу Блин Погода хорошая Надо за грибами ехать Походу с утра завтра Да, пацаны А почему бы и нет Но тут дождь Возможно только у нас А не где-то еще Так Что-то создал Потом отменил Пост я смотрю Предикшн Хиро Дарк Ну Дарк варит Я думаю, он должен побеждать Мы можем лишиться Просто всех Но Хиро может Затащить Мне сложно говорить Ну как бы Думаю, что Дарк Конечно Здесь скорее всего победит Но я не могу Как бы говорить На сто процентов Но Хиро Если чизловым стилем А! Дарк же с Сеновейшеном Су И с Статцем Вчера Набухачи были После ГСЛ Групп жеребьевки Ахиро походу Не было Вы тоже Думаете Сами Решайте Сами Кстати, кое-что не число-то А десяток Четыре дня Будет Этот Ремастерит Смысл был отсеять пацифистов Пацифисты Там На пути На полигон Побали На Нах Послано Как бы Вот Поэтому я думаю Что там Смысл в том Что Просто Патронов Раньше больше Не было А сейчас Наверное Такой хренатни И вообще Нет Как бы Здоровый Илюх Ты что Вернулся Уже Что ли Так Что-то Хира Не видно Нифига Здесь Нет Футболка Не Найк Ферн Это вообще И сайт Какой-то Написано Да Смайлик Нормальный Все Начинается Погодите Бьян Здесь Бьян Рог Похоже Сейчас Да Бьян Рог 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 Ребят Я вас попутал Все-таки Изначальное Короче Расписание Вот Пацаны Наверное Не пришли Те еще Пока Все Так что Прошу Прощения За Дезу Янчик Против Рога ТВЗ У нас будет Ну что Не 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 Крутой Матч Может быть Даже И Более Крутой Так Что Ждем Старта Поехали Ну что У Рога Дрона Колюченьки А У Бьянщика Не Очень Короче Мне Архидевил Прислал Аккаунты Где У него Куплен Этот Сундуки Эти На все Раз И будем Выбивать Короче Там Шмотки У него На аккаунте По приколу Вот А у меня Нету Я не стал На это Тратиться Потому что Малые Поиграю Так Секунду Да Мощный Дождин Если Деревня У меня Был Тут Точно Грибцы Там Маслята Попрут И т.д. Грибцы из сайт восточное побережье так есть свой сайт против сайт короче там все для негра короче не любят с одного побережья на другом ладно не будем об этом а грустно так сказать помните пропаде жос и т.д. пьян против рога у нас игра идет так можно написать что это урок кстати текст а у меня уже смотрите текст 2 заготовлено ништяк и писать не надо вот это подготовка просто а я и не помню что у меня тут рог было написано уже ну что же погнали 0-0 счет бьянчик против рога первый матч у нас урога все юниты скиновые у бьяна нифига у бьяна обычная не задонатили ему на скины новые походу я же тебе сказал город ков так ступьяна кстати билд погодите это газбарак рипер в цц щеку фактурку с лабораторией и старпорт сначала передроб марики минки будет а потом еще и в баншу выход видимо я не знаю старпорт перелетит или а или фактала на лабе сейчас тащит будет заказано вообще скорее всего вооружен и опасен готова так ну что полетели у нас медивак полетел я смотрю куда он там полетел дропца полетел бьян здесь без минки почему тут дропа а випер здесь спередися где минка надо в другую сторону часть мариков забрать летать а вот она минка я вообще слепой какой то не вижу что минка здесь урок 3 уже раскачет 43-4 парабам в плюсе все нормально минка на кд не понял что бьян хотел ей сделать учитывая что на кд здесь рипер на 3 харассин дрона одного убивает у нас бьян риперком но рипер погиб сегодня добавил ребят много новых смайликов GS2 сделал вырезанный я из какого то стрима где я там придуривался потом гг анимированная плюс вставил бича который пропал чайник анимированный с дымком теперь а также пробочка с минералом и мародерчик а пробочек с минералом и мародерчик этим смайлом уже года два наверное просто я хотел добавить но не было скотов теперь то они есть как бы вот так вот ёрк мы скоски на гг знаю у меня из кого смотрят пацаны на твиче хз приходил в просторию я спрашивал киберспортивно типа пацанов а потом главный где в старкрафт два человека даже играют я уже был прям удивлен даже кто там в старкрафт то играет вот мартика мне не заглядывал не пока никто не заглядывал ну что 1-1 и атака короче говоря у бьянщика нет 1-1 у рога атака у бьянщика делается у рога 66 дронов уже нет макрица рог сейчас просто великолепный да и потери он несет не так много против этого билда собачками отбился бьян приходит в очередной раз при кумере походку королев очень много они не позиции тут минус бейлингов то что собаками голами такую тему отбивать очень накладно а пока королевы дают надо время ждать но медивак сбит в итоге рог должен отбиться правда 5 дронов бьян уже подрезал и собаки мариков собаки снесли колбатов собаки тоже снесут больше ты рабочих то подводишь пожарил бьян тут рабочих ну не прожарил до конца как было 5 так и осталось вот а мастер колизей из игры был и будет как бы и китайцами все из игры будет вот варде викли вчера не смог я обостримить к сожалению потому что я уезжал в деревню вот родственники из петрозаводска там приехали наши завтра уедут в 5 утра поэтому нужно было показаться как его так пожарили шашлычка с дядей со своими ночью чирикнули за бога затерли за все дела а он православным стал очень сильно за последнее время как то так ну да ладно это совсем другая история ну что то бьян вроде летал летал особо ничего у него не получалось но тут хоп я смотрю и боевого лимита больше чем рога у рога правда и покатушек то у рога еще нет ну 2-2 заказанных грейдер как то так как то так сейчас будет куш серьезный проходить так что будем не думать о новых смайликах вообще каких нибудь так куда добавлять но теперь надо слота открывать до нового слота там еще 600 с лишним премиум так что это наверное через года пол пока откроется 152 син 142 бьян в плюсе уже по лимиту по боевому в том числе у рога почти доделась по катушке но у рога вот какое здание строится сейчас он до него доживет у него все нормально было игры норм были кто втащил за скинки всех кто посмотрел ну самое главное что варди я считаю на европе началось брики делать так что будем стримить следующие разы вообще что на кипре без дождей растет бабки в банках в офшорах блять воров брики российская федерация так это точно там растет короче отбивается рог вообще бьяну ничего сделать не дает бьян конечно мультитаз показывает как обычно просто царский ну вот один криптумор предательский выжил в тылу и рог сразу же его вперед еще пилит молодец наши атеистические ценности я не могу себя назвать как бы атеистом полностью потому что я считаю что бог есть как его но не важно как он называется даже не бог а высшая сила возможно она и заключена в нашем мироздании как бы в этой вселенной в том большом взрыве в том процессе как она получилась ну не суть вопрос эти взгляды я оставил ну это и так понятно так бьяна тоже 200 и есть либератор ребят забегание в дорогу кладиус забегание зарешало очень 15 ксм их выбито но в этом итоге у бьяна боевой больше что это имбо позицию вьян занял ну а вниз пускай занял чурок тянет то завел часть сюда юнитов часть отсюда и попер Королев сбоку завёшь, что либераторов В борт тыркали они А он бьётся с группой Мариков небольшой, которая сверху Смысл с ней биться-то вообще А, ну Караптеров ждёт Рок Без Караптеров не хочет Ломиться, ребят И только с Караптером, видимо, он вперёд выйдет Но пока игра напряжена очень выглядит Вьяны тут СЦех Папят три штуки, прям СЦехи он заказывает Ну, здесь две орбиталки Для макро-ЦЦшечки Получается, здесь планетарки Ну что же Ё-моё, как Рок по либеркам ходит Жёстко Они просто Выжигают королев Ультралы еле живые Без трансюзов уходят 162-133 в пользу Бьяна уже Кажется, Рок затерпел здесь Так, пошла атака, всё бомбится На слуна скины Скины есть отдельно Покупные на слонов скины Делюксовые скины, которые при покупке Лотва были даны По-моему Или даже не Лотва Ходса, Ходса, наверное, да Такой вот Ультрал То есть При делюксовом воле Там у Тирановских Кипикор, по-моему, со скином ещё кто-то А при делюксовом Лотве Там был скин На этого, на ультрала получается У меня делюксовый Ходс, точнее, делюксовый на ультрала И на что-то ещё У Лотвиколос был делюксовый Адепт делюксовый Отдельный Ну что, 109-47 Держался, Рок, ребят Держался Не сдержался Сдержал атаку Сдержался Не пукнул это когда Вот, сдержался Ну, Рок здесь и не пукнул совсем Он выдерживает Ну, правильно говорить Второй вариант Игьян дожимает В итоге всё-таки идёт вперёд Без медиваков Слишком много в ГГ, ребят Шатал, шатал И зашатал всё-таки Как-то Рок пассивный, мне кажется Действовал с этим выходом Надо было в клещи брать С двух сторон Даже без карапторов заходить А он ждал, пока там Бьян ему наубивает Вообще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что за красивую игру Поехали Поехали Ребят Пелю рекламку ещё раз Спасибо, Оз Ещё раз всем за поддержку Говорю большое А нам пора продолжать Смотреть игры Так, Дженеер Рок Вот пять Пьян один ноль Погнали Рок Не пукнул А сразу Обкакался А теперь Натуго Подливы Влил Маленько Ладно, давайте Хорош про хрень Всяку Говорите А то Сейчас начнётся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Улучшение командного центра Завершено Ну что, ребят Вторую карту Кто-то лагает У меня всё в порядке Пристройка Завершена Х Ну тут вообще Через скорость Тёверов Скорость Тёверов Скорость Собак Собачки Забегают Здесь Марики Стояли Ну и У Бьяна Так Циклон Гелик Делается Странная Какая-то Тема Возможно Какой-то Подпуш От Бьяна Здесь будет На циклонах На геликах У Рога У Рога Третья хата Всё стандартно Собак Нет вообще Три королевы Надо Заказ Будет Делать Сейчас Так Два гелика Строются Четыре Марика Циклон Плюс Геликов Две штучки А Даже Четыре Уже Гелика Кстати Гелики Могут В совершенно Другом Направлении Сейчас Заехать Пока Здесь Отвлекающий Дроп Идет И Минуснуть Рабочих Немало Рогу Но Рог Кажется Готовится К этому Врыву Вот он Собак Ведет Пытается Кружить Геликов И кружил В кучу Ой Зажал Как хорошо Смотрите Сгрызает Четыре Штучки Великолепно Великолепное Действие От рук Он понимал Что Бьян Именно Планирует Здесь И это Зарешало В итоге Понимание Вообще Великолепно Великолепно Тайминг Беллинг Беллинг Нест Под Лейер Прям Кстати В этот раз Рог Интересно Беллинг Нест Поставил Пораньше А Ну он Овером Видит Что здесь Происходит Он Видит Что Хелбат Пуш Вот что Он Видит Ну Армари Кстати Он Не Видит Еще Сейчас Только Будет Оно Готово 4 Хелбата Марик И Циклон Банша Одна И Вторая Здесь Вот в Атаке Плетка Додел Спор Уже Перекапал Почти Минус Ну Медивак Сразу При Врыве Это Было Хорошо Здесь Попытка Забегания Идет Но Так Рог Не Видел Что Здесь Стенка Есть Что Ли Здесь Она Армари Спорил Ну И Дальше Что Были Бэйна Взорвал 2 Депутина Зашел 5 Бэйна Забежал На Мэйне Собак Нет Депошечку Бьяна Открыл Зачем Он Открыл Он Что С ума Сошел Что За 3 2 2 То ГГ Что Происходит Взял Депуху Открыл Я Вообще Не Понял Этих Действия Если Честно 1 1 Ребята Ну И Следующая Не Последняя Игра Точно Будет Что За Фейл То Блин Это 5 when 6 0 4 4 4 5 5 6 5 5 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну и полетел дропчик, а в это время рог, контр забегание делал, Бьяна Марик, ну, на стимпаке причем, плюс ксм, отбился легко, Бьян достаточно рабочий, куда-то вперед недалеко поехали, Бьян заметил, сконтролил, ну что, будет дропаться, да, можно загаснуть, дропнуться, рог не в позиция, собаки где-то сзади были вообще. Так, пошла еще одна спорка, что ли, да, еще одна спорка у рога, ну пока дропа сдержал, гидролинга бэллинг, стиль у нас будет, потому что гидроден доделался, уже есть флэр, ну 2-2, что-то рог засупил, не заказывает, 2-2 сейчас тут, у Бьяна уже грейд пошел, у рога вообще лимит проседает, сейчас только-только он 2-2 заказал, но гидролингов не будет пока, а Бьян выход делает, может сейчас рог погибнуть, хотя я, наверное, на бэллинг скорости не должен гибнуть, он 6 гидролингов заказано, они со скином, как вы видите. Все, отбился рог, кстати, себе дэмэдж минка нанесла. Сейчас был момент, своим жимариком прилетела, Бьян там недоконтролил немножечко, что-то на меня как-то усталость напала сейчас, но это сколько время-то у нас? Ну так, с 6 к 7 закончим, я думаю, часам, думаю, этот турнир, и будет возможность отдохнуть у меня. Сегодня больше ничего не будет, я в деревне вообще лег 2, стал 7, да, чуть раньше, чем 7, ну и здесь поспал полтора часика, полубреду, так что так, все самочувствия, ребят, но этот турнир крутейший, я обещал вам стримить, и я стримлю. О, 145, 112, Бьяна больше, он ведет все сюда наверх, 12 часам четвертую, занимаем Музерку базом, сейчас подвергнет он давлению, и у Бьяна имеется уже 8 бараков, как-то они в линию, смотрите, какую выстроенную, правда, соплай блоки, но производство хорошее очень, и Фактас со Старквортом работает тут рядом тоже, и его големита явно меньше. Субтитры сделал DimaTorzok Пробивает камни в очередной раз, Бьян, ребят, прессует, пищи, ой, как вы видели, тут минка зарядила жестко по миди-вакам там, прессует, три пизде, Бьян, вот пытается отбиваться, забежал, минки, кстати, выбил, хорошо, но не надо было бейлингов не взрывать, собак достаточно, по-моему, его же, его же бейлинги шипастые у нас тут такие, дикобразы какие-то взрывающиеся, плюс гидра тоже непонятная, перепонкинга, это подвольная гидра. Неплохо минка зарядила, не так как-то первая, зато 80 дронов у Рога, как бы, и он хорошо себя в плане экономики чувствует уже, пятую базу ставит, крипы чуть распространяет, пытается дрогаться в карман, например, сейчас, в очередной раз, и, кстати, здесь спорки две есть. Ну и просто не готов Рог на второй базе, Бьяна встретится с Рог, собаки запаздывают, сейчас бейлинги подойдут, в это время на четвертую разводка идет, как же Бьян разводит жестко, оверы залетали, сейчас минки по своим же юнитам могли зарядить, Рог вынужден идти, это направление отбивать, иначе хата упадет, а она и так хватает, А Бьян унизил карман возле ГГГ, 2-1 Бьян, вообще, Бьян унизил карман, зачем Бьян? Карман говорит, Бьян, не унижай меня, в смысле унизил вторую базу, да, там, в кармане. Ну что же, четвертую карту нам нужна, пока еще не проигрыш, это Бо-5 же у нас. Бо-5 же у нас. Бо-5 же у нас. Бо-5. Бо-5. Бо-5-6. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, рекламу пиляю, ребят. Помните про адблоки, подписку на премиум, поддержку, естественно. Пока же сегодня не густо, но в любом случае всем громадное спасибо, кто поддерживает. Продолжение следует... Вьян унизит карманы всех, кто ставил на рога. Вполне возможно. Но от рога, ребята, просто... Роуч Ворон сверхранний с мейна... Но иногда он делает такой билд, почему бы и нет. Почему только здесь один из Рон, а здесь три? Почему не два по два формулы добычи газа? Не знаю. Два по два-то быстрее добывают. Два роуча заказного овер летит. Собаки там что-то бегают. Оббегают от Бьянщика. Рипером он разведывать будет, а это знаете, что значит? Что... Да и факта-то тут позднейшая просто, припозднейшая будет. Но можно на мейне запилить там эти будут, как их называются, два бункера. Как называется, говорю, два. Бункер называется. Рог пили двух реведжеров, роуч готов. Только надо бы рипера убить бы на муве, бы сейчас, конечно, не мешало бы. Но получится или нет, я хз. Вообще, если реведжеры два удара нанесут, то получится. Ай, не получилось, Рог. Ну что ж ты, блин? Тут Рога косяк вообще. Вьян гранатами напрягает. Факта почти готова. Бункер заказан. С ЦЦехи сбита КСМ-ка. Но тут даже не ЦЦеху задача отменить. Здесь задача посерьезнее. Таким билдом нужно убивать тирана, Зергу. А убить будет крайне сложно. Овера задемажил еще. Бьян, ЦЦеху отмени. Сейчас улетит, это вообще плохо будет. ЦЦеху. Да, достроил Бьян ЦЦеху. Заходит Рог. Какой же печельдос, а? Дал достроить Бьяну. Ну еще и дрон этот КСМ эвакуировался. Правильно, почему бы и нет. Герой достроился ЦЦеху, значит нужно и забрать. Под стат. Так, вон, сейчас Овера, кстати, может минуснуть. Но не, не минуснул. Ну надо заходить в бункер пробивать, иначе Габен здесь просто. Габел, точнее, Бьянчику. Вай-эй-фэр-боли падаю в... Точнее, Рогу. Это ГГ, Рогу, ребят, он криво исполняет. Как-то абсолютно этот пуш. Здесь Цеху на очередной вышел. Можно смело ливать, короче говоря. Так, есть 3-1 Бьян. Рог впадает в лузера. Ну что же, Дарк против Хира у нас. Матч сейчас должен быть. Ждем Его. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, коммунист. Тебе предупреждение, ё-мо-мо, почему? Потому что коммунисты на имбу не жалуются. Понимаешь, блядь? А ты какой-то левый вообще. Какая имба вообще? Акстис, ё-мо-мо. Коммунисты трудятся над результатом. Такие дела. О! А-а-а! Понял, короче. По повторчикам этот матч будет, но результат никому не известен. И мне в том числе... Ну нет, кому-то он известен, наверное, кто там. Хира-то с Дарком точно он известен. И тот, кто репки получил. Блая стримит сегодня. А что там Блая сегодня делает? Скиньте ссылку на Блая, где он наступать будет. Блая стримит сегодня. Так, ну что, ребят, Дарк против. Бамблби — это хира, я так понимаю. Ну что, погнали. 10 тысячи осталось. Не надо отыгрываться, присылай мне, короче. Это валя-левая идея. Просрёшь всё, как бы... А толку нет. А я, если стану богатым на пенсии, если я пришлю 50. Ну ладно. Игру пока смотрим, ребят. Дарк против хира у нас бьётся. По реплейчикам результаты неизвестны. В сетке тоже непродвинуты, я не знаю кому-то. Может, известно уже. Готов кул, ребята. Пошла скорость. 17-ая хата Гаспул. Ударка был в биллу. Фира, пилон, гейбер, снег, кибернет. Крюбоком таким билдом играть. Кстати, последний процесс, который здесь остался. Венерах получает статус лузера в сыновейшном. Кинюшан в сыновейшном. У меня даже хз. И Старгейт попёр. Ну что же. Если хира проиграет, он попадёт на рога, которая не раз его уже обыграла. Так что, пробцы вообще все могут пропасть из дальнейшего этого турнира. Так что, может быть, лучше хира даже выиграла здесь. Пусть я на дарков оставил. Ну ладно. Пусть та побеждает. Пришлёшь победных. Линги по карте разбежались. Что-то тут дарк. А, ну это ничего. Это контроль карты, смотрите, какой. Здесь ксилнаги контролят. Сверху контролят, получается. Араху воспалил. Странная какая-то анимация там боевых потерь. Подреза вовера хира дарк. Притяник готовит. Готов скоро будет. Два пилона вокруг него стоят. Сверчажами можно отбиваться при желании. У дарка леер уже, кстати, игре почти готов. Возможно, это гидролинга прессинг. Возможно. Потому что уж очень больно похоже на этот расклад данный билд. Так, ворог вот тут летает что-то. Дронов бам-банят по чуть-чуть. Да даже и не по чуть-чуть. А почему? Карта не геймкартовская была создана. Видимо, да не показывается как потери по рабам. Ну, придется так смотреть. Так, собачонок. Минус 60. 1.67 по рабочим. Ну, хира в боевом элементу. 2.4.1 сведет. Делается блинг. Ничего себе, хира как-то агрессивно действует, собрался. Противник обнаружил нас. Оракулами пытается летать, харасить. Стазис на какие-то ловушки, может быть, ставить. Ну, что-то ничего особо у него не получается. 2 оракула есть. А здесь, смотрите, какой неожиданный ход от дарка. 10 муталисков. Еще и грейт на атаку муталисков. Крипка 4 базой. А гидроден есть какой-нибудь? Чем в землю-то переход надо было делать? А в какую? Пока непонятно, дарк хочет делать. Беллингнес пошел. Муталиски летят. А с оракулами пересекся сейчас, дарк. Кира ревелэнчик кидает. Сталкера будут уже... Кстати, блинг очень неплохо и в тему здесь делается, я бы сказал. Фатоночку на мейне необходимо запилить, иначе... Так, грелку зачем-то Кира не увел. Вот смысл, он не знает, что у нее грелка здесь летает. Затупил. На пилон нуталитает. Север-чаш. Все нормально, все прикрыто. Блинг почти уже готов. Фаржа готова, кстати, надо грейд заказывать Кира. И архивы темпларов, то есть, кстати, можно вот эти все юниты, там несколько сентрей, сталкера и морфл, там плюс пару архонов сделал и выход делает. Но у Кира, кстати, с двух фаржей грейды летят сейчас. Вот это очень интересный момент. Кира в макро научился ПВЗ играть. В принципе, в таком уровне игроки, им что-то надо отточить какие-то билды, понять какие-то моменты, и они уже будут точить больше. В плане исполнения сомнений у меня в Кира нет, в отличие от статс того же, который бывает из-за своего исполнения, и иногда сливается. Кира в этом плане, он более, что-то, он контролезависимый такой игрок, и контроль у него великолепный просто. Так, шторма нет. Оракула принял сейчас Дарк. У Кира больше не будет Оракула, и Ревелэйшн, соответственно, тоже не будет знать, где Муталиски находится. Ну, пока Ревелэйшн висит, и... все нормально. Вот я вижу, что... А, нет, Оракул один остался, вдруг, только один пробит пока. Четвертый нектус вижу, Кира за ним, почему снизу, почему-то. Чтоб пуша ли было ближе, что ли, Дарку, я не понимаю. Еще одного Муталиска подрезал, но большая часть живет, поэтому нормально все. Гри... Что ж ты творишь-то, друг, дружок-то, ё-моё. Два шторма пошли, и сейчас спешки Штармы начинают накидывать. Из-за штурмовиков, у которых энергии нет, можно и Архонов бы слить было бы уже. Что Кира делает только под того, как выкинул всеми штурмовиками Штармы. Призму пытается Дарк минуснуть, Призму не минуснуть. Но, несмотря на это, Кира здесь, смотрите, вроде как Дарка развалил, и у него такой микс опасный с грейдами неплохимый, что может продвигаться дальше вообще. Ну, Аракулы слить, это не проблема с контролем. Если Зерк грамотно муталиска в контроле, можно и слить Аракула. Бывает всякое. 147, 152, 4-й, некий Супира готов. Кстати, Дарк его, по-моему, не видел. А, не видел прекрасно. Тут я вам рун. Так, пять зелков минуснулось. Один нет, живой. Короче, забегания от Кира идут. Какие-то основной бой принимать не спешит. Харас на Призму идет, но Дарк отменяет вроде как хата. Здесь пять гидралов ждут Призму соблюдать, что... Караптеров восемь штук, по-моему, нет. Три, шесть караптеров. А, нет, видит, три строится, три бруда. Да, шесть караптеров или семь. Семь, походу, караптеров будет у Дарка. Это, то есть, это семь брудов. А у Хиров Лид Биконстер, Гитты, он понимает, что бруды будут. И он понимает, что ему и Мазершип Кор пригодится, и Темпесты ему зайдут. Здесь замечательно. Только... Так, Мазершип-то пошел. Не Кор, а полный Мазершип полноценный. Уже не Мазершип Кор, конечно. Так, Афона предуполнительно сливается. А на Темпестах лимит оставить не судьба. Привет, полуокупевший. Предупреждаю сразу себя ухну от всяких шляпок. Чтобы избавиться. Ну что же, штормовички. Так, выбеливает Хира сей озелков. Заказывает пару Темпестов на высвободившийся лимит. Здесь забегание вниз, три потом сотрядилась, и не способен потом найти. Выйдет их собак. Очень много. При этом, тем Хира забыл свою призму, не хорать в Бадарку Мэйс. Забывает отменить Нексик. И так ресурсов мало, минералов. А он еще и нефту забыл отменить. Ну что за дела. Правда, 76 сробок очень-очень много и быстро добывают. Так, повезло у Хира, что лимит есть на варт, на самом деле. Делок в рампу встает, Арфона подходит. Да, Арк просачивает часть собак или не просачивается. Не, он попытался покуснуть кибернетку. У него ничего не вышло, у Хира уже третья броня и фаля. В это время забегание четырех девков идет к Дарку. Дарк готов. Дарк отбивает их бейлингами. У Дарка все больше и больше карапторов и грудов. А у Хира воздух попер. Воздух уже там три темп стейч четвертый строится на большее. Плюс Архоны, и Хира, я так понял, давить собирает. Патронки по периметру, плюс газ еще. Хорошие патронки. Столько-то патронов по ним бейнам, я одновременно взрываю. Дарк шрайн, грейды делаются. У Хира. Надо после вот этой брони заказывать третью атаку и поля вторые делать, Хира. В это время на центре контроль идет. Дарк десятью брудами, плюс караптор добавляет вперед и выдвигается. На воздух уже две атаки сейчас будет. Это больше, чем надземные, кстати, бреды любые. А, нет, когти два есть. О, два когти есть. Хира ревелэйшн хочет. Ревелэйшн нужен, и вот я, кстати, не видел давненько, чтобы Хира так и макро игры катал. Так, карапторы, бруды, атака пошла. Карапторы на темпистов, на мазер шип налетают. Хира заштормил всех брудов в хлам. Ну как в хлам, они живут, часть два вот упала. Архонами надо дойти до брудов, но тут архоны плюс темписты карапторов выпилили. Да варп сталкеров, они же с блинком сталкеры все. Надо агрессивно блинкаться вперед. Хира блинкается. Двух брудов выпилил. Остальные все уходят, но Хиро удачно дрался, у него запас больше. Дарк пытается ультру добавить. Какая к черту ультра, когда у Хиро столько эморфов. Пять у него есть, тут архон, ем, такой миг зон. Сейчас все поля отрегенит, еще там 80 собак заказано. 175-190 по лимиту, ну для Дарка печаль это. Так, это штормовики, а не архоны. Да, это шторм, а не архоны будут сейчас. Энергию находит Хиро здесь. Плюс три темписты еще добавят. Лезть не спешит вперед, но у Дарка, между прочим, 6 вас добывается. И 81 дрон на них качает, так что поаккуратнее надо быть. Дарк сейчас отмасится и Хиро бой даст еще по-любому хороший. А, третья атака, кстати, есть у Хиро, я как-то даже этот момент проморгал. Теперь поля просто надо доделать. А, Хиро же атаку с опережением делал, точно. У него 3-2 делалось, а потом третью броню и поля делал. Я этот момент забыл. Хороший довар Дарков на оборону, понимая, что Дарку нечем уже контрить. И Нексус выживает на 48 хп сейчас, жесть. Надо здесь новых фотонок строить и больше. Желательно здесь пилоны, полную стенку. Такое забегание не минуснуло Нексус. У Дарка уже 17-ая, 7-ая хата готова, Дарк бейлингами забегает у Хиро. Вторая воздушная атака поперла и Мазершип почти готов. Где он дома там, на 5-й базе почти готов. Какая-то акция от Дарка готовится. Ну, фотонок дождался, уже Нексус снять не убьет. Только если вкатился всеми сейчас, он еще и поля стремительно набирает. 150 сейчас будет полей от Регенина вообще. Мазершип готов. Где он, кстати? Вот он висит, сейчас вперед летит. Ну, все, да, вейлинги не докатились. Нексус, ну, офиг здесь фотонок еще, ну, Хиро делает. Там третья атака. Первая с двух шпилей начинает Дарк. Тоже грейдики лепить. Ну, Хиро тут агрессивнее, щит вперед двигается. Кстати, микс-то ударка. Караптер, ультра, бруды. Микс замечательный, но нужно делать третья грейд наземную атаку. Нужно делать вторую рейнжовую наземную, получается. Добыча сколько у нас? Давайте. 3 300 на 1000. У Хиро, а, у Хиро просто переводится, вот поэтому у него снизилась. Минеральная добыча сейчас отсюда пойдет и увеличится. Фотонок Хиро просто немеряно штампует вообще. Ну, газа больше Хиро добывает. Вы слышите вообще это? Это у кого это такой комментаторы были? Брудов все больше и больше, ребят. Караптеры третья. А так 3-1 доделываются, у Хиро вторые поля доделываются. Но у Хиро микс все равно лучше, чем у Дарка. Но у Дарка тоже самый лейтовый. Конечно, микс такой. Не знаю, сможет ли он зарешать. Сколько инфесторов у него? Ноль. Зато делается невральный паразит. Аж кто невралить-то будет, я не понимаю. Так. Идут вперед ультралы. Протранслизил Дарк. Все, под ревелэйшн абсолютно. Ну, не знаю, вот сейчас бы было хотя бы 4 бэйнфестера с энергией на невралу. Уже можно было бы там мазершит переманить и мортлух пару переманить. Пока нет возможности. Какие штормы жесткие идут. Сверху 2 ультрала пошли. Но здесь Дарки плюс потонки Хиро в легкую. Отбивает в это время замес пропускать. Ну, Караптеры сминают этих темпистов. Сталкеры блинкаются вперед. 3-1 бруды, кстати говоря. Бруды-то разбирает здесь. Но темписты выживают. Караптеров не хватает. 156-155. Дарк делает до заказ. Вроде пока живет. Хорошо Дарк отконтроливает грудов. Отступает. Кидает грудингов постоянно на сталкеров. Есть темписты, есть Дарк. Дарки пришли в атаку. Довар в сталкерах. 13 штук. 13 гейтов, похоже, работа здесь у Хиро. Все, пошла атака. Караптеры в темпистов. Сталкеры. Грудов сразу же. Собак недостаточно, по-моему, чтобы убить их. Темписты упали, но грудов-то нет. Но новые линги в эллинге делаются. Хиро дальше ломится сейчас. Побеждает. Кстати, на грани здесь было. Не рано ли Дарк ливнул-то? Ну, Хиро уже пробивал. Да, еще один до варпы. Лимит бы вышел вперед очень сильно. А он той армии, получается, пробивал. Ну, такая мощная бы скалба игра сейчас была. Так, поехали. Не знаю, какой там повторы сохранены, ребят. 1-0 Хиро. Кончик. 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 Так, с 1-0 Хирыч, погнали, далее там пул первого, ударка Я вижу Так, ну что, ребят, сейчас рекламу вам пильну 500 человек на бутгейме, 200 с лишним на квиче, суммарно 700, почти 50 человек Ну и помните вы про, конечно же, отблоки Подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал Вот В описании через плеер Крайний матч мы на сегодня смотрим больше, но расписаний сегодня не было на данном турнире, ничего Вот Но игра не последняя Не крайняя, точно Потому что только первого сыграли Дарк против Ира Это вторая У Дарка пул первой, которая становится Неожиданностью для его оппонента У которого сапплай блок Из-за того, что диспилон был отменен И Ира вообще не имеет юнитов боевых Дарк 100% Вот Некстус отменит, но он мог бы и на мейн Прибежать, по-моему, рабочих нагрызть Но он не понимал, похоже, что сапплай блок здесь у Ира Ира собрался Некстус убивать Вот он дает, да ну какой здесь Некстус убивать Десять собак против Двенадцатая бежит против Только пробок, да ну это не вариант Робочку Дарк минуту, Некстус Ира теряет благополучно Ну что, неприятно для Ира Гэш Дарк плюс сейчас парабамбу Здесь даже некуда им останавливаться пока Визу Старгейт пошел с мейна Надо как-то отвечать, Ира это понимает Так, ГГ Хиро пишет Почему? Ну аааа Видел собак Базу, короче Что-то Хиро подумал, что ему здесь не вытащить Ну так вот он решил На самом деле ситуация, да, крайне печальная для него была После потери Некстуса вообще А мы заходим в третью карту Вернул 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Что они местами-то поменялись? Перетягиваю наверх. Опять опенинг... А, нет, погодите, нет. Это 17-я хата. Ну, даже 18-я хата от Дарка. Но он один лишний дрон и закал. Почему? Шкира облаканула ему заказ на второй базе хаты. И пошел наверх, короче говоря. В итоге Дарк ставить. То есть, третья будет на второй заказана в перспективе. А у Хира пилон гейт. Газ не куск кибернетчика, но с ранней разведкой. А у Хира пилон гейт. Крайне не последний, но на сегодня последний. Бывает. Ну, не надо оскорблять никого в чатике. Почему не отменил Нексус? Ну, в такой ситуации отменять его нельзя. Хира... Ошибка была Хира отменить пилон. То есть, если бы он построил адепта и Мазерфорд, то он с пробками Нексус этот смог бы защитить. Из-за соплай-блока он Нексус не смог в предыдущей карте защитить. Вот это и привело к поражению, ребят. Начальные потери. Две собаки разменили на пробку по минералам. Плюс это для... Точнее, это вровень. Но, конечно же, пробка важнее двух собак, потому что она добывает минералы. С одной стороны. Но с другой стороны, собаки имеют именно важный разведывательный момент в начале. То есть, они помогают видеть всякие вещи. Вот, у Продуса. То есть, Церк теряет контроль карты. Но здесь врыв идет, смотрите, на третий Нексус. Мазерфорд сюда прилетает. Даже не надо, наверное, уверчаж ставить. Или надо? Надо, надо, надо ставить уверчаж. Не жалеет Хира. Правильно, вообще. Да, игра по репкам. Видимо, Хира с Дарком играли одновременно с матчем Рокбьян. Потому что кто-то из них не мог позже играть, я так понимаю. Пришлось вот так вот запиливать. Но ничего не поделаешь. Мало кто знает результат. Есть только Хира, а не стримил с Дарком ФП. Стазисная ловушка от Хира идет. Я блокировал личинку кухонной одного дрона. Так, себе блокировка. Ну, два Оракула двумя можно продолжать. Харась. Надо отрегенить поля вот этим дэмэджином, короче говоря. Хира отрегенил, сейчас вам сразу же отдал полей. Так, себе контроль. Оракула Хира отдал дэмэджином. Второй еле живой. Сейчас, кстати, не выпустит его Дарком. Да, ошибка Хира, по-моему, залетел. Минус Оракула. На этой карте королевы в легкую принимают вот здесь. Поэтому надо всегда с запасом ХП аккуратно сюда залетать. И вылетать может быть даже вот в этом направлении. Хира сейчас затупил и двух Оракулов отдал в итоге. Ну, зато третий екс начинает качать и Мортлы плюс один делают. Так, Килон здесь делает все, чем Килон. Полную стенку хочет с хердиот. Так, а он проход здесь застроит в хлам, короче, полностью. И выхода не будет сюда. Гидролинго прессинг сейчас от Дарка пойдет, ребят. Судя по всему. Так, с люркера Дэн попер сразу же, кстати. То есть гидролинго прессинг. Сейчас апгрейдили за Оргимючка этот билд, переходящий в люркера линго гидропрессинг. Тут много уверчажей. Много юнитов у Хира здесь достаточно. Вот, и нужно ему боль принимать, наверное. Кстати, у Дарка 53 дрона. То есть, а у Хира 67 он улынет, очевидно, здесь. Хотел улынить, но в итоге подстраивает рабочих и переходит, короче говоря, в четвертую хату. 61-70 парабам. Сейчас уже почти что 67-70 будет почти вровень. Но боевых юнитов не строит Дарк здесь. Ира призмы полетел. Призма может зарешать. Да, смотрите. Здесь полную стенку сделал. Вот здесь вот. Но здесь полностью не закрыл. Надо здесь пилом стоять или здесь. Здесь не влезает. Похоже, надо вот здесь делать. И пробил для прохода. Это зачем вниз-то было пилом убивать? Сверху поставить другую. Другую лука сюда. В чем проблема была? Не знаю. 129-139 по лимиту вообще. Привет, Милка. Выпустил. Откинулся. Откинулся. Из дна чатика с бана. О. Кстати, Дарк без скорости оверов играть. Я вижу 5 люркеров морфится. Гидройлингов очень много. Здесь призма есть. Так, не скадет. 6 штук на третью и четвертую. Клад сюда залетят. Призма, возможно, вообще на мейн залетит. И то в Кира делает 3 штучки, собирается. Нарастить продакшн. Но Дарк присутствует. Кстати, у Дарк и Грэйдов вообще не делается. Два адепта приходят на третью базу. Адептов 4 штучки на мейн залетает с призма. Нужен варп. Ира не рискует варпить. Дарк часть унитов отступил. В это время в центре здесь встречает Дарк Ира. Заходит к рампе. На рампе нет прикрытия никакого фактически. Пробивает гидролинги проход. Хотя нет, есть прикрытие. Илюра не в бою не участвует. В бою можно еще один умерчашку наверх было пустить. Призма возвращается. Харас от Кира так себе зашел, я бы сказал. Чем вообще не зашел. Ну, Люру надо подвести Дарку сюда под рампу просто. И все. Даже камни можно ему там пробить и убивать эти. Так, ревелэйшн кидается только на 3 люркера. Из 6 попал ревелэйшн этот. Есть какой-то медленный варп у Кира. Он никуда кое-то поставил два арка. Так, два уверчажа. Кстати, Чейдлинг подсканивает вверх. Подсвечивает. Надо бы его выбить, этого Чейдлинга чертова. Дарк еще и в тыл. Кира заводит юниту. Смотрю. Кира принимает бой. Двух сторон идет вперед. Юра под ударом. Смотрите, как взилки хорошо зашли. Гидролинги на фотонке отвлекаются. Кира в хлам здесь просто растопкал Дарка юнитов. До варпу еще зилотов идет. И Хира выдвигается вперед сейчас. Рыбачочек получился, да? Но без рыбачка никуда. Вот, в наше время. Ну и надо же, мать, что тут говорить. Как тут без люры может отбиться Дарк? Кстати, он мог бы люры несколько штучек заказать. И это помогло бы ему в обороне. Потому что, ну, гидролингами такой микс отбить вообще нереально. Это же норм. Все по логике сделаю. Так, идет Гиро вперед, что Дарк идет. Без гидры столько. Моната 0-0 против Кира. 2-0. Две атаки у него в армии. Адепты на вторую зашли. До рабочих не долетели чуть-чуть. И в итоге бьет Хатку. Гиро, вместо лучших дронов наказывает. Дарк с рабочими пытается отбиться, кстати. У Хира очень не хватает. Здесь варпа какого-то агрессивного. Фризма залетела. Дарк заметил, запукусил Фризму. Но сколько же архуны и морглы деменджи вносят адепта на мейне. Адепты просто унижают экономику. Все, его обижут. ГГ, ребят, 2-1 Хира. Вот такие вот дела. Прыгаю в игру. Ну и буду держать вас в курсе на следующий стрим. Вот. Когда продолжение у нас. Прыгаю в игру. Так, 2-1 Хира, Павел, ребята. Опять Хира вниз переехал. Так, ну Пилон гейт, Гасник. В кибернетку у Хира стандартный билд. Причем... А, нет. Пилон гейт, Гасник. Во второй гейт в кибернетку. То есть 2 гейток будет заходить. Рассчитывают, видимо, что Дарк как-то похалявить на этой карте будет. Но Дарк 17... Дую хату Гаскул сделает. Хира думал, что 3 хаты пул сделает, да. Получается, что ли. Здесь стрёмная какая-то стенка. То есть проход здесь будет. Причем на целый пилон проход. Странный, короче. Бустит Хира. Так. Ага, Нексус заказан. Все, будет Сергей. Слушай, рабочих он вообще в принципе не строил. Нужен еще один пилон сейчас срочно. Пилон пошел. Под готовность кибернетчики. То есть немножечко дарки эти. Будут задержанные адепты. Но это норма при таком билде. Ну, пилон Хира. Вот здесь, кстати, с пилоном лучше не втекать. Погодите, погодите. А-а-а. Запас лимит оставлен. То есть без пилона лимит оставлен сейчас. И только потом пробок продакшн продолжается. Сейчас надо буст переставлять, да, в другого адепта. Примерно на середине готовности. А у Дарка 3 хата до готовности пулы была, кстати, заказана. Что самое интересное. То есть королева будет одна всего. То есть адепты могут зайти и не очень неплохо они могут зайти. Так, здесь точка сбора домой стоит. Еще один адепт заказан. Больше не спешит Хира юнитов делать. Третьим Никс тоже не спешит сейчас. Не знаю, сколько адептов. Это важные адепты. То есть они должны что-то убить. А у Дарка ставится эволюшн. То есть возможно контр-дроп. Возможно-возможно контр-грейд какой-то там. Я не знаю. От Дарка сейчас будет. Так, адептами Хира не телепортируют. Здесь собак 8. Конечно, да готов. Контроль на адептах Хира неплохой демонстрирует. Один уже упал. Второй уйдет, конечно. Но... А, Дарка Зет зажал. Смотрите, он вообще в стиле лайфа действует. Сверх агрессивно сейчас. То есть он собирается даже Менчис делать. И Овер сюда прилетит. Сейчас это будет передроп, естественно. Что же есть у Хира? У Хира есть Оракул. Не готовый абсолютно варп. Стенка так себе здесь. И... А у Дарка 30 лингов, которых нечем законтрить просто. Оракул, потому что лингов он жгет хорошо. Но, когда они на муви, то их тяжело убить, во-первых. Во-вторых, еще Мазеркора у Хира нет. Это фейл, блин. Уверчажа не будет. И юнитов обычных мне не хватает очень сильно. Дарк все еще продолжает строить собак. Передроп на мэн пошел. Ну, все, развел на энергию Оракул. Что-то тут где-то. Все, у него сейчас энергия кончится. Печальку. Феник заказан. То есть Овера собирается Хира сбрить. Пока он сбреет его, Оракул. А, еще и со второй базы передроп. Я промолгал этот момент, ребят. Что со второй передроп. Сейчас будет отменен варп. Злома оверчаж. Если поставят Хира, то сразу же собаки перейдут на вторую базу. Это 2-2, ребят. Гэгэ. Хира великолепная сгрыза. Лити от Дарка в стиле Лайфа. Лайф умудрялся в Ходси, где Овера так рано передропать даже нельзя. Такими билдами побеждать было. Ох, прощения. Так, ну что, пятая решающая. Сегодня кроме одного матча везде максимум карт потребовалось. Это круто. Ох, прощения. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...